здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала мысли об истории сегодня среда это значит мы снова встречаемся с вами сегодня 14 сентября среда это канал мысли об истории для вас в эфире как всегда будет работать сегодня олег всем здравствуйте всем спасибо что пришли тем на сегодняшний стрим перевал дятлова сегодня сегодня узнаете много интересного у меня в новосибирской был гость почетный александр юрьевич концевич сын юрий константинович светлая ему память концевича основатель детловизия вот его сын который сейчас пытается сохранить муковичить память о дятловцах сохранить музей экспонаты он приезжал в новосибирск конечно же мы с ним встретились очень долго говорили и в дороге говорили потом позже я сегодня отвез в аэропорт проводил до самолета все он благополучно улетел он уже дома в москве у себя и александр юрьевич любезно согласился и дал эксклюзивное интервью единственное в новосибирске для нашего канала мысли об истории и сегодня это интервью услышать я его записал еще раз напоминаю александр юрьевич концевич это родной сын юрий константинович он является хранителем всех экспонатов собранных юрий константинович за всю свою жизнь артефактов и так далее музеи детловидения ставьте лайки пожалуйста не забывайте давайте по традиции нашего канала мысли об истории со всеми сегодня поздороваемся все-таки не каждый день такой гость бывает дает интервью эксклюзивное поэтому сегодня в это интервью видите я его полностью записал кроме этого интервью мы общались очень долго с александром юрьевичем поэтому обговорили очень многие аспекты проблемы как дальше двигаться что что мы видим дальше какой какая работа по увековечению памяти дятлусов в принципе ориентиры намечены как бы планы есть реальные осуществить планы осуществимые можно работать дальше в общем все хорошо будем работать в команде связки так сказать все нормально ваш покорный слуга тоже будет работать так что вы на нашей деятельности еще узнаете конечно же так давайте поздороваемся первое сегодня елена с кустана из казахстана пришла лена привет здравствуй так потом пришла виктория чайка город муром владимирск область виктория приветствую тебя виктория пишет здравствуйте олег всем присутствующих чате всем солнышком души и тепла сердце хорошего настроения крепкого здоровья много счастливых дней века спасибо тебе за прямо за столь добрые слова столько много прямо написала спасибо от души татьяна сахалин модератор моего канала лена кипра я вас тоже приветствую да татьяна привет так бы на флиг подошел московская область красногорский район он же александр александрович приветствую тебя александр александрович здравствуйте давно не было вас надежда юрина морева из города череповец пришла уважаемый элег валентинович друзья всех поприветствую на любимом канале жаха хорошего стрима надежда юрина спасибо вам большое прошедшим вас днем рождения поздравляем еще раз конечно же ольга дурмианова город сызрень ольга приветствую вас здравствуйте да спасибо вам тоже хорошим настроением Александр и саш пишет буду в екатеринбурге в октябре но здорово александр и сандры здорово пожалуйста посетите кладбище михайловской ивановской положите возложите цветочки дятлусам ребятам если вам не трудно если у вас будет время да вена приветствую модератор моего канала вот рафаэль обдурмянов подошел до супруга ольги обдурмянов из издрани рафаэль приветствую тебя спасибо за пожелание стрим будет интересно уверяю вас елена войтова всегда рад вас видеть елена вы там здравствуйте наша подписчица постоянные вот ирина адамова поэтесса нашего канала и я приветствую здравствуй я тоже рад видеть всех вот ирина девяткина ирина девяткина здравствуйте ирина девяткин написала здравствуйте товарищи начиная программу телепередач на завтра на завтра завтра вы увидите что что никогда не видели это будет завтра понял ирина девяткина напомнили песню знаменитую билет номер восемнадцать я понял это партер первый ряд ирина занимайте места согласно купленным билетам так спасибо за помощь канала от ирины анатольевны спасибо конечно же добрый человек берите пример селины анатольевны помогают нашему каналу екатерина подошла надеюсь екатерина вся семья придет и три лайка поставить и твой супруг и дочка алиса эдди вид он же андрей из города златоуста пришел андрей приветствую тебя рад всегда видеть семён морковский екатеринбург самый пожилой подписчик нашего канала семью приветствую тебя спасибо за пожелание семью тебе здоровья самый главный николай химич украина киев рад видеть николай химич приветствую вас спасибо за пожелание да послушайте будет интересно николай химич да бен афлик он же александр александр спасибо за доброго дня за пожелание всем доброго дня николай химич звук с эхом это все таки мне кажется с интернетом что то ну ничего страшного вот ирина девяткина у меня нормальный звук у кого-то эхо да екатерина олег обязательно три лайка понял екатерина от твоей семьи до три лайка жду здорово а вот алексей 342 подошел алексей 342 здравствуйте рад вас всегда видеть наш подписчик добрый день не так часто вы бываете алексей приветствую но сегодня вы пришли вовремя татьяна баталова конечно же татьяна здравствуйте всем прекрасного настроения татьяна спасибо за пожелание у татьяны баталова день рождения 5 сентября день рождения нашего канала не забываем это а а вот и татьяна кошка пышка город бишкек он же фрунзы приветствую то я всегда рад вас видеть хороший наш человек из кыргызстана у нас кыргызстане еще мировалиева должна подойти пока нет ее ничего подождем всех наших время у нас есть время у нас вагон сегодня да еще раз повторяю приезжал хороший человек из москвы прилетал александр юрьевич кунцевич побывал у меня в гостях мы с ним пообщались и я записал эксклюзивное интервью с этим хорошим человеком знающим сыном юрия константиновича кто не знал светлую память который сейчас пытается сохранить экспонаты музея дятлоса собираемые юрия константиновича всю свою жизнь ну естественно увековечения памяти дятлоса это наша основная задача совместно естественно Виктория здравствуйте из Кемерово с миром и добром Виктория здравствуйте новая подписчица у нас появилась я смотрю а вот светлана эфимова санкт-петербурга светлана ждал я вас здравствуйте наша постоянная зрительница и славного питера Светлана если все будет хорошо я буду в питере в ноябре сначала в москве потом в питере у меня отпуск так что можно устроить встречу подписчиков у нас наши подписчики там в Санкт-Петербурге проживает то есть в Ленинградской области можем все собраться также возле Исаакия как обычно место встреч изменений нельзя сквер возле Исаакия лавочки да рядом улица большая морская ну вот или на девятки навязать собралась опять понятно любимое занятие кто-то сканворды разгадывает кто-то вяжет интересно у нас стримы пока идет стрим люди одежду успевают связать себе и на свою семью нормально Светлана Ефимова к сожалению грядет очередная операция надеюсь все будет окей Светлана желаю чтобы операция прошла успешно конечно же дай бог вам здоровья не переживайте операция если она нужна значит надо делать ее да Ирина Вяткина сканворды и судоку для транспорта понятно я тут смеялся в ютубе увидел целые инструкции как решать судоку прям все расписали поэтому Светлана Ефимова желаю вам конечно что все прошло нормально с операцией у вас просто у меня будет отпуска но в отпуске дела придется решать поэтому возможно я либо через Москву полечу потом в Питер на Сапсаде приеду либо сразу в Питер посмотрим не знаю пока еще а что тут лететь 4 часа из Новосибирска до Питера прямой рейс там 4 с копейками 4.15 Светлана Мусина здравствуйте приветствую вас да опоздавшие подходит потихонечку да Светлана Ефимова спасибо я постараюсь понял вас Светлана потому что наши подписчики я приеду в Питер соберутся поэтому и вас бы хотелось тоже увидеть все вы собрались вместе много хороших мест в славном Питере где можно собраться все вместе посидеть пообщаться обсудить перевал Дятлова обсудить еще какие-то тайные загадки почему войне пофотографироваться на память видео снимем конечно же как встреча одноклассников только это будет встреча с подписчиками Алла Калугина подошла да здравствуйте новая подписчица смотрю располагаетесь Алла Калугина знакомьтесь с правилами канала мысли об истории у нас есть правила да которые нарушать нельзя за этим следят наши модераторы Таня Сахалин и Ирина Кипр наш канал сугубо исторический политикой мы не занимаемся от слова совсем мы историю изучаем все вместе Аида Вайдич город Казань Аида здравствуйте спасибо вам тоже приятного общения спасибо за хорошие слова Аида Аида Гафарова должна подойти с Казани пока нет ее и Эльмира Валиева из Кыргызстана пока видимо занято бывает такое да не могу не поблагодарить конечно же Любовь Владимировна Б Любовь Владимировна спасибо вам большое за помощь каналу мысли об истории спасибо добрый человек не забывайте что вы можете помочь каналу мысли об истории своими пожертвованиями донатами в чате вверху закреплена карта номер карты Сбербанка мир для жителей России а также ссылка на сервис Донат Альерс где вы можете по этой ссылке в том числе и находясь за границей то есть во всех странах Донат Альерс работает заходите по ссылке регистрируйтесь спокойно можете там по возможности перечислять по жертвам для канала мысли об истории заранее всем спасибо добрым людям кто помогает каналу мысли об истории как сделала сегодня Ирина Анатольевна и Любовь Владимировна Б спасибо вам большое еще раз что хочу сказать наша встреча с Александром Кунцевичем очень продуктивная прошла прям в такой хорошей обстановке конструктивной очень много мы говорили долго говорили обсуждали предлагали различные варианты обсуждали что-то отбрасывали что-то принимали совместно но было интересно скажу вам честно то есть разговаривать предметно и по увековечению памяти дятловцев и по по будущему музею доступному музею для всех для всех людей человек может сможет прийти в Екатеринбурге зайти в этот музей и спокойно посмотреть все экспонаты которые напоминаю Юрий Константинович Кунцев в светлой ему память собирал всю свою жизнь один из основателей дятловедия в нашей стране подвижник к сожалению ушедший в прошлом году от нас из-за коронавируса вот в августе был год как его не стало к сожалению но слава богу есть его соратники по дятловедию есть Алексей Александрович Кольскин его соратник правая рука друг который все продолжает это дело есть сын Александр Юрьевич Константинович тоже который очень бережно сохраняет наследие от отца и вот он ходил с экспедиции они были в августе на перевале установили на кедре доску там с барельефом все красиво как положено без нанесения вреда какому-то природе и растению ну здорово сделано конечно Александр Юрьевич в эту экспедицию взял с собой своего сына Ивана десяти лет вы его увидите я покажу фотографию так что приобщает и сына то есть уже маленький Кунцевич внук Кунцевича уже впервые побывал на этом месте то есть на перевале на холочах был возле кедра прошел вдоль ауспе и по тропе и это здорово и это здорово наверное то есть следующее поколение это называется передача опытов другому поколению уже растет маленький Иван Кунцевич внук Юрия Константиновича и это здорово так давайте еще немножечко подождем опоздавших и будем начинать все вы знаете что Александр Юрьевич был на нашей конференции в мае месяце прилетал в Москву в Екатеринбург очень интересно рассказывал и вот он прилетал в Новосибирск мы с ним встретились и дал он интервью для нашего канала я попросил его он пошел на встречу спасибо ему большое конечно же дал эксклюзивное интервью канала мысли об истории чтобы наши подписчики вот вы уважаемые мои зрители сегодня услышали это интервью уверяю вас он расскажет очень интересные вещи да Александр Юрьевич молодец Лена совершенно верно он бережно сохраняет наследие отца все не разбазарил все хранится в музее то есть будет музей доступный со временем сделают музей в Екатеринбурге то есть каждый человек сможет прийти туда будет сайт со временем так же тот кто не может ходить там нет доступности может сидя дома со своего компьютера зайти в этот виртуальный музей тоже ознакомиться там будут все экспонаты которые Александр Юрьевич бережно сохраняет ничего не пропало уверяю вас все находится на месте ничего не пропало поэтому ничего никому не отдали и не отдадут то есть ничего не пропало ничего все что собирал Юрий Константинович все сохранено потому что понимаете сложился коллектив все таки и благодаря Юрию Константиновичу он вообще собирал вокруг себя очень хороших людей как оказалось теперь и тогда это было понятно и теперь когда его нету светлая память а дело его продолжается понимаете была экспедиция на перевал в августе 1922 года посвященная конечно же памяти Юрия Константиновича потому что это годовщина его ухода смерти гибели от болезни в честь годовщины все его соратники кто с ним ходил в том числе и сын Александр Юрьевич со своим уже сводчиц сыном Иваном собрались и пошли туда на перевал установили памятную доску в память о Юрии Константиновиче потому что понимаете как бы мы не относились к этому и остальные люди но он все таки был первым понимаете это надо признать то есть свой след он оставил он основал все вот это детловедение он эту тему постоянно поднимал он переживал он водил туда детей в походы он приобщал детишек так или иначе очень большое дело сделал понимаете вот человек жил да жил светлый человек вот он ушел а память о нем осталась понимаете все будут вспоминать детловедение Юрий Константинович его знают все я не побоюсь этого слова его знают все в стране вот попробуйте так же кто-нибудь попробуйте далее на Девяткина похож на собирать энтузиастов действительно энтузиасты соратники собрались вот сегодня вы услышите как тепло они вспоминали Юрия Константиновича там стоя возле кедра я покажу ну кусочек видео который снял Александр Юрьевич на камеру вот услышите как они его вспоминают теплыми словами так Симеон пишет все свои места в зале занимают начало стрима с надеждой ожидает оказалось было за что в гостях у нас пробудет Кунцевич Айю виртуальная встреча так приятное общение с ним да друзья Симеон написал совершенно верно сегодня у вас будет встреча с Александром Юрьевичем Кунцевичем причем что интересно друзья я на прямой связи нахожусь сейчас у меня в телеграме мессенджер Александр Юрьевич он написал если у кого-то будут к нему вопросы напишите в чате я вопрос ваш переправлю он обязательно ответит то есть он в Москве уже я его сегодня проводил на самолет он уже прилетел дома дома находится с семьей слава богу все нормально мы в аэропорту сегодня ждали пока самолет очень много обговорили поговорили ну интересно было человек интереснейший рассказал много интересного я узнал от него конечно что-то я ему рассказал он тоже удивился многого не знал я ему что-то рассказал он тоже в общем пообщались продуктивно на сегодня сегодня и он улетел 4 часа и в Москве уже а с номером карты Ирина Девяткина спасибо Ирина Девяткина уважаемый человек спасибо да я всегда размещаю номер карты ссылку на донат аллерс спасибо добрый человек я просто немножко очень много было нужно было материала перелопатить и я немножко ну честно закрутился просто да сейчас размещу спасибо Ирина Девяткина напомнили для создания египетских словечных элементов давайте сейчас я это размещу просто физически не успел закрутился затем покрывали с одной стороны но ничего есть люди которые напомнят наши уважаемые подписчики спасибо да друзья вот в чате закреплено карта Сбербанка для жителей России и донаталец те кто проживает за рубежом могут через донаталец помогать все вы знаете PayPal не работает теперь с Россией но донаталец сервис работает то есть заходите по ссылочке регистрируйтесь и можете помогать нашему каналу сейчас я его закреплю вверху в чате да вот вверху в чате синим обращаю ваше внимание можете помочь каналу мысли об истории помогая каналу мысли об истории вы тем самым одобряете работу видеоблогера для вас спасибо всем Николай Ахимович Олег интересует патефон граммофон который был на выставке в Екатеринбург был бы он в походе дятлосов нет Николай Ахимович в походе дятлосов не было ни граммофона ни патефона этот экспонат выставлялся просто как предмет того времени той эпохи вот и все в походе его не было так у нас в чате между делом идет программа смак понятно Екатерина ну звук не от меня все таки зависит еще раз посмотрю сейчас секунду так раз 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 смотрю так сколько у меня сигнал идет смотрю Екатерина все таки пока нет что-то с ютубом либо с интернетом не от меня зависит пока нет послушайте послушайте пожалуйста так что поделаешь да не дразните едой Николай Ахимович пишет ну вот у нас тут кулинарные советы между делом почему бы и нет я не запрещаю в чате другие блогеры там ругаются бывает запрещают я не запрещаю пожалуйста обменивайте рецептами советуйте лекарства помогайте друг другу любая помощь приветствуется может микрофон повернуть Екатерина но микрофон у меня такой компактный он нормально у меня стоит сейчас секундочку поэтому рецептами можно обмениваться ничего страшного я в этом не вижу у нас же площадка для общения не просто канал у нас площадка для общения добрых людей хороших между собой почему бы и нет сами знаете добрый совет он всегда важен нельзя всего в жизни уметь знать и так далее мы не компьютеры с вами мы много не знаем не умеем я всегда тоже рад советами воспользоваться почему бы и нет тем более хороших людей советую нормально татьяна талии подошла пушкина ленинградской области всем здравствуйте всем доброго времени суток чуть опоздала мы очень рады присутствовать татьяна все нормально мы ждем опоздавших будем начинать вы все вы не опоздали вы как раз успели запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда так у нас подошла Наталья она жених них из Екатеринбурга Наталья здравствуйте наша подписчица приезжала приходила на конференцию из Екатеринбурга вместе со своей подругой я вас помню Наталья и подругу вашу помню всем здравствуйте Муа Саул пришла Муа Саул здравствуйте интересные у вас книгные ну спасибо что пришли вам тоже добра Муа Саул у нас учитель музыки на фортепиано учит играть это здорово да давайте еще немножечко будем начинать последние подойдут все таки хочется чтобы вы послушали Александра Юрьевича я записал полностью интервью все таки человек был на перевале не один раз в последний раз в августе расскажет много интересного сын Юрия Константиновича продолжатель традиций умнейший человек кто не знал между прочим доктор наук преподаватель в Москве живет преподает поучат студентов прекрасная семья у Александра Юрьевича Ирина Девяткина на кошмарме у детства 7 лет музыкальной школы когда медведь по ушам топтался поняла Ирина Девяткина тут можете поговорить пообщаться с Муа Саул она вам расскажет как она учит играть на фортепиано да 7 лет музыкалке это серьезная Ирина Девяткина а на каком инструменте Ирина Девяткина напишите пожалуйста на каком инструменте учились играть просто есть у меня опыт музыкальной школы Ирина Девяткина фортепиано понятно не зря я вас отправил к Муа Саул пообщайтесь она вам расскажет как чувствовали Николай Химович когда-то считал что Шаралин был кандидат наук это правда Николай Химович у меня нет такой информации все таки это фейк это все таки фейк так 7 лет музыкалке прекрасно я с красными корочками закончила Ооо Саул ну поздравляю здорово вот вы говорите прекрасно а Ирина Девяткина промучилась 7 лет пишет значит у вас талант Муа Саул фортепиано вообще к музыке к игре на инструменты не каждому дано а кто-то вообще на каком инструменте играешь на нервах больше люблю играть как говорят есть и такие музыканты Николай Химович я звал только губную гармошку и то с трудом да мы в детстве тоже вот пробовали Николай Химович пробовали на этих гармошках играть вы знаете что-то получалось да тогда модно было продавали их везде эти гармошки недорогие они были губные да Владимир Крафт наш зритель подошел Владимир Крафт здравствуйте доброго дня а я на баяне играл Николай Химович музыкальная школа все как положено баян зеленый такой тула назывался даже даже какие-то пьески легкие играл небольшие но был у нас предмет сорфет в музыкальной школе обязательный там нас параллельно учили на фортепиано играть еще тоже простейшие вещи Екатерина на мандарине сейчас кто-нибудь играет Екатерина на мандаринах играют я даже по телевизору фильм видел передача была играют на мандаринах удивительно но играют да просто это не так развито как раньше но играют то есть есть любители на мандарине играют конечно же но большинство на нервах любит играть наверное на мандарине кто-то есть так давайте будем ждать так спасибо за лайки зрители смотрю подошли спасибо за лайки что вы ставите Семен вопрос было ли отданы проданы материалы связанные с духом дятлосов какое отношение занимает по дятловской проблеме Семен Марковский на первый вопрос я и так отвечу тебе потому что я общался с Александром Юрьевичем ничего не отдавалось не продавалось все экспонаты связанные с дятлосом находятся на местах ничего ни грамма ни крошки не проданы никуда не отдано не проданы это я точно знаю потому что я спрашиваю отношение занимает по поводу фильма по дятловской проблеме СЛА а что за фильм Семен я немножко не понял СЛА это что такое поясни пожалуйста а я спрошу Александра Юрьевич МОО САУЛ я хотел на гитаре и скрипке научиться еще оказалось что у меня аллергия на струны но инструмент только фортепиано понял МОО САУ бывает и такое конечно но фортепиано красиво звучит что говорить все таки на фортепиано прекрасные мелодии можно и классику и современные играть Ирина Девяткина Ирина Девяткина мой папа играл на трубе на альте ногобои в оркестре поэтому меня заслу музыкалку сарфеджио было просто адище ну да Ирина Девяткина я вспоминаю сарфеджио я не назову конечно адом но предмет был такой сарфеджио Семен поясни что такое фильм СЛА немножко непонятно какой фильм имеется ты имеешь ввиду а вот МООС пишет я сарфеджио за которыми глазами щелка очень любила но у вас предрасположенность к музыке МООС АУ не даром с красными колочками закончили не у всех такое есть значит вам было не просто вам легко вам было интересно поэтому вы щелкали с закрытыми глазами это здорово значит у вас талант так Семен сейчас сообщит какой фильм он имел ввиду СЛА написал и начнем Николай Ахимович для меня все ноты ду не различаю их ясно ну мы писали нотная грамотно на нотном стане ноты еще писали да одна вторая одна четвертая нас даже учили на слух записывать мелодии простые ноты ноты в нотном стане так Семен Марковский ты имеешь ввиду фильм американский канал дескавери где имеется где рассказывается про снежного человека сейчас спрошу Александра Юрьевича конечно же у меня папа на гармонии играл не был в Ленинграде я не был в Севастополе понятно здорово сейчас Александра Юрьевича спрошу пишу вопросы у у у у у у у Продолжение следует... 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 Здесь в Новосибирске. Давайте его посмотрим. Продолжение следует. 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 последовательный человек который последовательно отстаивал лавину даже когда никого не мог убедить он настолько значит значит книгу про это написал а вот алексей кузькин все наши все вот это вот тоже значит и весь наш коллектив и вот тут вот анялов еще есть так ну все тоже с нами есть да нет юля в следующий год это вот несколько манси то есть это наверное это наверное еще не ужма уже недавно там построили вот как умею дальше пролистать так это вот мы все в лесу ну понятно тоже стоит 2008 года да вот сейчас папа вот тут вот в середине куртки в этом году я специально взял его его куртку да куртка узнаваемая вот Лёна Рокотяна вот тут был еще Виталик Кузнецов Виталик Гавричев он из североуральска да вот в общем так это такая была вот понимаете в этих экспедициях всегда была очень такая дружелюбная ну это и за папой и ну он смог создать вот эту атмосферу люди ходили за атмосферой ну сначала и были люди разные все вот притирались постепенно да все ходили с каким-то вот своим интересом вот то есть обычно все все как бы не безразличные но у нас всегда было конечно там какие-то конфликты были папа же много всего организовывал и какие-то истории всегда происходят там но в целом все было как бы это и всегда было какое продвижение то есть на следующие годы потом была найдена палатка потом там еще там какие-то копии ломали в 2015 там у вас в принципе вы решите если вот что-то из этого я я пока просто файл если найду можно да пока пожалуйста у меня есть файл пожалуйста у меня есть файл просто от борзинкова а в 2013 помните там нашли подсвечник то крышечку металлическую на месте палатки ну это же я то не был ну да понимаете я выбыл после я выбыл после 2011 года я выбыл после 2011 года антиракетная версия борзинкова шикарный текст видно что специалист да понятно все эти ракеты обсуждает никакая ракета не падала по большому счету я если честно я тоже не разделяю меня не ракетной версии мне как бы если если вот мое мнение про ракетную версию если это действительно их там действительно потравила оксидом азота то это надо было вылить какое-то гигантское это должна была лететь огромная ракета которая летает на много-много тысяч километров ну вот как вот наши там типа нашего калибра летает нам большущая ракета если люди видят какие-то шары и видят именно в той местности какие-то маленькие ракеты это ракета и если как бы это большая то она должна была вот лететь там над екатеринбургом орбите вовсе вот вероятность что огромная ракета которая идет на большой высоте вдруг там пролетела и вот именно там над ними взорвалась но почему значит вокруг этой палатки такая девственная чистота да не почему туда тогда по послали кучу студентов на эти поисковые если было отравлено место я вот ракету не сам не очень я тоже если именно вот в этой истории то что там допустим могла скажем это какая-нибудь ракета там упасть где-то рядом и это повлекло за собой какие-то события допустить что-то там недалеко бахнула от этого там что-то там случилось какая-нибудь там ну вот папа считал помощь ближе что криминал там криминальную версию там пришли там зачищать там или там что-то эта ракета вызвала какое-то последствия вот но не не я как бы вот сам не виноват порзенков тоже на эту тему пишет вот но я просто вот у него просто есть хорошие фотографии вот многочисленные с перевала вот там вот была вот эта железяка она у нас я видел и да то есть я показываю да это была целая история вот вот этот тоже кусок самовар так называемый да их падает там суда их их много то есть вот эту железяку но не на в этом месте там что станет вот эту железяку вот и везли вот 100 метров вот как я там эту целой героической видите как это ее довезу начала 550 километрового значит александра зарубина конечно вот то есть что-то постоянно вот и были тяжелые года то есть был 2019 когда лило как из ведра и там вот и мне очень мне очень было приятно что в этом году вот хотя папы в экспедиции нет уже не я пошел специально для того потому что доску поставили да я расскажу сейчас но вот удалось все сохранить вот атмосферу то есть вот то те там несколько я не был всю поездку я пришел там на я пришел ушел там два-три дня побыл с этой группой но атмосфера была шикарная коллектив замечательный все юрий константиновича уже нет атмосфера стала атмосфера осталась это было здорово для меня самое было приятно и еще извините перебью вас вы же сынули собой взяли да я сейчас я покажу нашу значит фото фото вот олег ма наверно у поезда вот вот наш коллектив значит вот давайте слева направо евгений наш секретарь молодая совершенно девушка настя как бы знаком который тоже с папой ездила в лагеря айна художник она рисует замечательные такие абстрактные картины перевал то есть она туда ходит уже восьмой раз и значит совершенно с таким художественно эстетических целях там места потрясающе красивые но вы это без меня знаете и на полный можно вот александр который александр но он нашел этот вот лабаз как раз вот потом вот олег таймень супругой ближе так вот сергей андрей пошли сергей андрей сыном пошли просто первый раз теодора хаджи алексей королев наш как бы организатор вот я с десятилетним сыном алексей очень пожалел что не взял своего десятилетнего сына я очень пожалел что алексей не взял своего не сидели так бы они вместе так бы они вместе а так это все значит но мой сын ну знаете вот при весе 27 килограмм он тащил свой 5 килограммовый рюкзак не жаловался это по-моему не кто-то тут плюс-минус один есть вот дядь серёжа дядь серёжа он какое-то время был секретарем фонда у нас просто отправляет поездку тут же где-то козькин гуляет другую поезд это в екатеринбурге да вот это вот мы все стоим ну вот тоже наш да тут еще присоединились валентина с супругом и ребенком присоединились вот а вот значит шура алексеенков он это значит опытный турист который там вместе с борзинковым там ну и он на конференции выступал я видел это я считаю что один из ведущих вообще экспертов по перевалу дядя вова с собакой они там были он самостоятельное путешествие ходил и мы там с ним гуляли по на холочах и зашли в общем вот такая погода погода была хорошая или коллегали погода такая погода не каждый день бывает не каждый год бывает вот мы поставили такую доску но символично что доска деревянная ну да стоит на кедре на кедре стоянка на кедре я наверное покажу как бы карту вот у меня есть карта вот если если вот вот наше общее значит наше путешествие вот это течет река успе вот она отсюда стекает вот здесь вот собственно было место палатки но сейчас вместо палатки она была обезображена каким-то памятником но на общий взгляд общей всей экспедиции то есть знаете вот из-за того что появился памятник сейчас это место массового паломничества и все как бы любые поисковые работы закончен там все истоптали все там все в железе как бы ничего там бесполезно если такое сделают на кедр тоже все хотя в этом году еще что-то удалось найти но в общем как бы главное памятник памятник ну какая-то там борьба человека с чем-то я понимаю там доброход и хочется там ну как бы вдруг мы ну как-то люди дойдут до причин трагедии ну зачем как бы вот улики то до все критикуют в общем это вот останется вот 9 до это вот папина стоянка мы стоянка она находится на ответвлении то успеет ответвляется этот ручей покажу более большим увеличить все традиционно приезжают брод на ауспию если ехать туда на целиком на автомобиле то люди едут через базу леча потом кедров кедровник и вот так вот едут на я позже до если же до 22 километра получаем ну ну откуда база я зимой зимой 22 22 422 от базы наверно да но по навигатору у нас получилось по тропе доля успеи получилось 27 километров до стоянки а вы вот здесь шли да да мы конечно шли вдоль ауспии поскольку группа большая мы шли с ночевкой на ручье нам середине есть большой ручей впадает перпендикулярно он есть есть такого севера течет да тут там такая ровная стоянка мы встали какой-то мишка рядом гулял то есть ну собаки у нас у нас был две собаки да ну мы вот вообще так в этом году не видимо тип те погода теплая видимо они там по верхам все ягоду едят звезды мы конечно следы и мишки не видели и наверху я буду подъеденную тоже видели но вот самих мишек не весной вот за вот а потом мы вот вторым днем то есть соответственно здесь мы выехали 30 вечером 31 мы были на броди но у нас сломалась у машины случился прокол двух колес мы ехали на вахтовке на вахтовке я могу скинуть я вам скину фотографию в этой вахтовке и близкая т.п. просто не поздно вот там вообще есть еще там разные извозчики там есть димон быстрый газ на шишиге там уже не знаменитые у тебя вот но мы ехали на вахтовке на камазики вот потом поэтому поскольку группа большая делали ночевку и уже только то есть мы первого шли все первое везде никто из 2 только были вот соответственно у меня поджимал срок мне надо было улетать 7 вот соответственно мы там погуляли полноценно 3 вот и как бы вот 3 поставили отдал доску установили доску установили 3 там был у нас салют ракет упустили даже в память да ну я покажу видео кусочки вот то есть мы успели погулять и 3 же был найден лабаз александром константиновым как раз если посмотреть более крупно вот смотрите где вот это вот примерно ауспе вот ответвление от ауспе вот тут уже стоит стоянка лагерь поисковиков вот значит то что лагерь поисковиков это нет смотрите как это то и и про это как раз будет видео что допустим там не все исследователи считали что лагерь поисковиков здесь в этом был уверен папа исходя из того что тут лагерь поисковиков как раз александр нашел оба недалеко 400 метров 400 метров он нашел лабаз и вот и как раз это вот вот дальше вот вот останется и палатка вот тут где-то вот в этих притоках лозьбы там вот кедр мы когда вот 4 3 числа пошли гулять мы с ребенком еще поднялись на холочах и вот тут дошли до снежника но потому что нельзя было не посмотреть снежник за тишина за тиши такая да еще с нами там был дядя вова с собакой и мы потом вернулись азиму там более-менее выпали практически на лабаз там все такие глаза там потом вечером как раз вот поставили доску и следующий у меня получилось такой один полноценный день вот когда мы побывали как раз он был такой густой на события потом сожалению надо было если я знал я бы вышел на день позже сейчас да про это расскажу вот то есть основная цель экспедиции было установить память у меня да но нет у меня мне просто хотелось убедиться что это все мне хотелось сводить цена мне хотелось что убедиться что это все после папы как-то живет по-человечески вот таки для меня это тоже как на я поскольку был раньше в этом здесь я смогу мне хотелось понять вообще во что это поскольку ведь мне сейчас надо эти как-то вот это все участвует в организации это мне хочется представлять вообще этого детловедения там сообщества как бы что за люди и вот поэтому мне хотелось как-то с этим всем познакомиться я ходил в таких ознакомительных целях доски на места красивые конечно вот так сейчас посмотрим какие у нас еще есть это я это нашу дорогу потом ну вот я могу показать видео какие-нибудь вот смотрите есть с видео ситуация такая вот есть шикарные видео они короткие кусками это водку и лежат на ю тубе тут разные их рассказываем да вот я вам я вам нашлю ссылок фотографии я покажу нашему зайку до фотографии зрителям вот допустим общее фото с перевала но уже без нас вот как оказалось не стреля на маленького ребенка мы там были одними из самых мы там были одними из самых спортивных поэтому мы убегали вперед вот в общем тут вся алекс видит потом люди разные вот олег тайменья не пошли с супругой путешествовать еще там на месяц с какими там сплавом там для дядя волос собака ушел короче все разбрелись люди все как бы с разными тректурую вот я где-нибудь про доску самое конечно самые там экшен это конечно находку находка вот этого лобаза вместо лобаза вместо лобаза я предлагаю послушать просто вот раз 3 числа я пришлюсь погода шикарный сухо рыбор для определения возраста дерева я при опозе александр он биолог в этом как бы то есть я не могу сейчас это просто про инструмент сейчас я про лабаз вот я так прямо вот на лабазе я успел забывать у нас группа где мы тут готовились к этой экспедиции путешествие получилось путешествие получилось удалось до путешествие удалось смотрите с закреплением доски такая ситуация что расскажите что понимаете вот кедр не не камень он растет если вы эту доску ну не хочется во первых кедр повредить там же такая как бы вообще у той стоянки потрясающих от энергетика то есть вы приходите вместо благодатно этому чувствуется она там там течет этот маленький ручеек очень удобно там все покрыто мхом какой-то на все доброе вот то есть вот в целом видно что вот место очень удачная и кедр он растет на склоне и поэтому и эти деревья они падают иногда не хочется повредить не хочется повредить корневую систему и мы как бы думали о том что если вот как раз александр константинов помогал вот вы бы принять это решение на каком дерево повесить потому что если одну эту повесим то люди будут корни топтать там дерево помрет он помрет упадет потом решит окно упадет упадет мы придем мы же ходим мы придем следующую экспедицию следующий же но теперь дальше дерево же она еще растет если вы прикрутите к ней намертво на шурупы но она вырастет через два года доску вам сломать поэтому мы ее повесили на такой как бы тросы на тросы растягивая со слабиной то есть запас запасом то есть ожидаем что она еще вот или 10 и дерево будет разбухать то есть примерно прикинули там диаметр насколько она вас лет на 10 примерно до когда потом но может перевешиваем ближе к делу ну такой вот сервис придется сделать ну здорово по моему портрет юрия константиновича все да узнаваемое лицо сразу здорово здорово вот давайте вот я видео покажу эту фотографию мне тоже сбросите да это я уже нарушил наши зрители увидели эту я уже эту я сбросил сейчас я вам покажу видео это снималась на мою камеру в каком это установка доски я извиняюсь может быть в ютубе есть получше видео а сколько длительность видео это пять минут но тут это установка доски вы мне сбросите я хочу затем нужно показать то есть посмотрим я обязательно покажу это мы на установке доски как бы все встали салют будет а салютные не будет здесь не делаю я уже говорил в 19-м году он мне прошел длительный фонсировщик сказал что это поляна зимний лагерь поисковых это я видел на это я видел посылку из коры а а первая находка вторая находка это полубы на ветках их высоте до 4 метров да две находки и другие факты факты расстояние 400 метров вот этого лагеря до точки на это ручье которое мерит еще 100 метров на самом деле запись идет да запись идет да но вы сможете там вырезать да я извиняюсь ничего страшного посмотрим все посмотрим да говорится факт есть воспоминания из коряков то есть все вот эти факты если каждый я на это посмотрел ну да просто тут он еще будет говорить что это как бы папа является как сахаром да интересно сахаром чего меня ничего даже до 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 Деньги собрали. Хорошая экспедиция, здорово сходили, позитивно, атмосфера хорошая. Это, наверное, я сейчас что-то скажу. А, вы скажете? Ну, конечно. Что-то я могу не сказать. Мама, он очень потрясающий возглавство с общества. Он сочетался из два качества. Он не надо успешно сказать. Простите. Так вот, если подумать, это его идея была вот этой экспедиции. То есть, это идея такого очень небольшого. Видео это я покажу тогда. Я извиняюсь, что снимает ребенок. Он как бы балуется с этой камерой. Ну да. Научится. Десять лет он балуется. А, он даже балуется. Сейчас, увидите. Видоискатель приблизит. О, приблизит. Все. Он сейчас цвет будет играть. А, да. А я вижу, он играет. Вот внук Юрий Константиновича на месте. А вот, я реально совершил несколько сеток. Сонтументальный конкретик в области педагогики. Упостроения коллекции в одном возле, как не смогли. Безвозить каким-то там научными взагогами. Но, ну, у него был всегда бесконфильный коллектив. Кстати, да. Даже руганий никогда не было. Он вообще был вообще. Молодцы. Молодцы. Корректив был трезвый. То есть, он тоже относится. Ну, что делать? Балуются цветом на камеру. Ну, экспериментируйте. Довольный вообще был. Конечно, довольный. Папа доверил камеру. Счастливый ребенок. Что ребенку? 10 лет. Конечно, за счастье. Серьезное дело. Оператор. Мне ссылка нужна. Это я вам просто отдам. Смотрите, идея была Алексея. Ну, здорово, здорово. То есть, посмотрите, вот эта идея, когда папа не стала 11 августа прошлого года. У нас было 9 дней, это было 19 августа. Алексей, тогда мы делали, собралась куча народу. Ну, музей истории Екатеринбурга. Мы делали включение. И Алексей, а он тогда ковидом тоже болел. Ну, у всех это косила. Косила. А вообще выкосила. А его, как бы, он тоже болел. И он сидел на самоизоляции. И он там включился. Поверяю. Сказал, вот уже тогда все, вот делаем поход. И, как бы, вот, и этот поход, он методично, значит, весь год про поход капал. Значит, была конференция, он на конференции напоминал еще, напоминал. То есть, вот на всех, где можно, он везде про поход. И это, как бы, готовилось. То есть, у нас стояли сроки, там, когда надо было определиться с билетами. Это же нельзя, эти билеты мгновенно. Ну, всегда эти билеты выкупаются в мае, чтобы там нам не пролететь с этому. То есть, поход готовился очень долго. Да, он готовился, вот, то есть, все были в курсе. И это вот, я считаю, что Алексей, там, он не был таким однозначным лидером. Очень много было ярких людей в походе. Но он был, как бы, таким основным организатором. Ну, это зрителям поясню, Алексей Александрович Коськин не речь. Нет, нет, это Алексей Королев. А, Королев. Коськин был нашим координатором. Он сидел в Екатеринбурге. Мы с ним связывались по спутниковому телефону. Допустим, там у нас была история. Ну, хочется же, понимаете, конечно, можно там идти как экстремалы. Там, вот, на малюсенькой раскладке, вот, и, допустим, вот, Олег-Таймень так ходит. Но он очень профессиональный, как бы, все там, все, значит, посчитано, там, каждый грамм, все оптимизировано. Когда вы идете в экспедицию, хочется, ну, и папа там любил, там, и стульчик себе там раскладной, и, там, еще что-то, бензопилу хочется. Вот, и поэтому мы, например, делали и еды там, хочется тоже идти, ну, чтобы было сыплинка. Вот, тащить на себе это, плюс металлоискатели, там, вот, всякие инструменты. Вот, Теодора с собой набрала, как она этого тащила, не понимаю. Да, и, поэтому мы делали заброску части вещей, таким образом, что мы их отдали Анямуму. Он, а там какие-то через него ехали эти джиперы или квадрики, они ехали на Тортен, и у них было место, и он им подсунул ящик с продуктами, они его подбросили на останется, мы его, значит, эти продукты стащили к себе, подошли к третьему часу. То есть, прямо возле останется разбесили? Да, ну, он их все, да, вот. В принципе, здорово. Да, то есть, такие вот, и эти вот вещи надо было координировать, вот, потом, когда я пошел, допустим, тоже надо было там отзвонить, там, Коськину. Ну, в общем, короче, вот, связь в Екатеринбурге-то важна, потому что там, конечно, ничего не было. Вот, вообще, вот, я хочу заметить, и дальше вот так случилось, я вернусь к карте, что вот был этот вот содержательный день, когда нашли, вот, а потом на следующий день, и там ходит куча групп, вот, мы постоянно встречали группы. Люди, люди, люди. Да, допустим, мы там, там какая-то, это, Ети Тор, что ли, вот, специально там женщина говорит, вот, я хотела посмотреть на перевал Дятлова, что же я не пошла с вами в экспедицию, что же я с ними там пошла, они там пошли дальше, там, на Тортензе. На Тортензе, да. Вот, короче, вот, люди ходят регулярно, и поэтому я вообще так рассчитывал, мне надо было седьмого улетать, что я как-то выберусь, и кто-то меня сбородовал везет. Я тоже, как бы, ребенок, как бы, со мной маленький. Ну, вдвоем, почти. Я думал, что я вот, мне надо идти назад, соответственно, я решил, что мне надо идти назад четвертого. Вот, потому что вдруг я буду четвертого, пятого, шестого, я уже, как бы, мне все равно было стрёмно. Вот. Туда мы шли два дня, обратно я с ребенком, как это ни странно, все прошел одним днем. Вот. Ну, я бы вообще и туда прошел все одним днем. Вот. Ну, что, лето, тепло. Лето, тепло, этот, встретили медвежьи следы, ускорились. Ускорились, понятно. Вот. В общем, мы вот все это сделали одним днем. То есть, у нас вместо ночевки на ручье был обед. И мы встали на брод. Это было, соответственно, четвертое число вечером. А там стоят люди. Вот эта вот вся дорога, база Ильича, и дальше ее перекрыли сейчас на Маньпупынер. То есть, там сейчас объявили заповедник, и доехать можно только до Тартена. А дальше еще закроют эту дорогу. Закроют. Вот. И, но это место, оно является такой меткой джиперов. Вот. Они вот любят туда, значит, залезть там, особенно коллективно, потом, значит, застрять, на лебедках, на лебедках, вытягивать. У них вот это, вот. И просто вот, ну, и красиво. И они туда, вот мы пришли, наоборот, там люди стоят из ревды, такие на УАЗе, как в Буханочках, вот мы и с ними там прекрасно постояли. Вот. А потом, значит, группу, мы, главное, встречаем группу, 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 какой-то вообще проходной двор. Две-три группы в день. Пешие там, все идут по вот этой, ну, пешие все по этой тропе, естественно. Вот. И вот мы пришли на этот брод. Ребята из ревды уехали наверх, дальше в сторону там перевала. И все, пятое число, никого. Не было вообще тишина. То есть, проехала, вот мы стоим с ребенком, то есть мы взяли, я спаковал, ну, все палатка, все у меня свернута, на низком старте, я тут, никого. Проехали туда, какие-то квадрики. А, потом поехали обратно к квадрики, но они едут забитые, вот, как этот. Понятно. А мы знали, что шестого, на весном сказала группа, что там шестого приедет Димон Быстрый Газ. На лазике. На шишиге. Я такой, шестого, значит, ночью, значит, стою на этом броде, вот она прям палатка, значит, в четыре раза, значит, чувствую звук, там, земля трясется, Урал проехал огромный. Ну, он туда, на базу, на базу реча, наверное, был. Ну, вот, будет возвращаться, но... То есть, я не знал этот... А потом вот, уже где-то часов в десять, в одиннадцать, опа, тоже завурчало. Вот, приехал Димон, вот, замечательно. Он говорит, ну, я, говорю, тут буду ночевать, привет. Ну, если он седьмого, то я уже никак на свалю. И тут какое-то чудо, значит, неожиданно, опять, уже сверху, вот, отсюда, с базой реча, значит, гремит, едут четыре УАЗа. Вот, я сейчас покажу это фото. Ну, такие вот четыре УАЗа. Вот такие вот четыре УАЗа. Это героические мужики. Героические, значит. Значит, что это за мужики? Это ребята из города Киров. Вот, вот они так выглядят. Это клуб, значит, внедорожников. Четыре на четыре, я знаю. У них, да, четыре на четыре клуб, да. Где-то вот их маршрут, сейчас я найду. Вот, вот их маршрут. У них, значит, этот магазин автодеталей Кира Павла Корчагина 220. Они меня очень просили дать им рекламу, но я считаю, что они заслужили. Значит, что они сделали? Эти УАЗики, они переехали в Уральские горы. Как бы, то есть, они пробили, то есть, они вот с Красновишерска, они взяли, значит, по речкам там поднялись. И они уже к тому моменту, это уже было ближе к концу их путешествия, они уже больше десяти дней, они там проезжали по три километра в день. Пробивались, пробивались, вот. Хочется спросить, как, как ребят переехали? Это, именно, три километра в день. В общем, это, нет, это что-то невероятное. Невероятное чудо, через пену. Но, видимо, у них уже к тому времени там еды поубавилось и еды. А вы такие, возьмете с ребенком? Да, конечно, возьмем. И они нас с ветерком, значит, дают. Ну, дальше у них планы-то были амбициозные. Они-то должны были, вот, все вот так вот, они должны были, вот видите, вот тут петелька пошла. Они должны были, вот так вот, все замкнуть. Эта петелька, она идет в районе полуночного. То есть, вот это ответвление, вот это вот ивдель, а это полуночное. Они должны были, вот тут вот, все это замкнуть. Но, как бы, не срослось. То есть, они уже начали ломаться. То есть, у них по плану, как раз, вот, 12-е число было окончание похода. А они 12-го числа только вышли вот сюда. И мы с ними вот этот вот, вот этот вот маршрут, по сути, до ивделя, они нас подвезли. Вот, ну, это мы как раз вот ехали весь день. Вот, они нас до ивделя добросили. Сейчас покажу вот фото. Значит, где-то у меня было фото. Я же вам его послал. Вы мне выслали, я видел. Да, там, вот где мы стоим с этими, с нашим замечательным экипажем. Да, я видел. Ну, у вас оно есть, да? Есть у меня. Вот, то есть, как бы, то есть, они уже начали ломаться и поняли, что есть вероятность, что они, вот, если сейчас сюда вот сунутся, ну, то есть, они везли с собой запчасти какие-то там, ну, там, давно полось там. Запчасти это имеет свойство заканчиваться. Да, ну, у них магазин автодетали, но, как бы, да, все, все, как бы, все конечное. И они решили, что вот, если они вот в это сунутся, еще там попадут на несколько дней, это уже плохо. Вот, поэтому они проехали в ивдель. А, как они, поскольку вот резина дорогая, бензина живет машина много, то они делают как? Они взяли в Красновишерск, они пригнали свои машины на фуре. У них была фура целиком, где-то у меня открытых сэкономит, в резину не до счастья, я торсает их на еду, значит. Ну, героические люди через хребет на УАЗе. Конечно. Вот, Афрод, Камерун, Цекиров, вот, их где-то тут вот так вот, они на фуре, значит, загружают эти УАЗики, и это, как бы, получается сильно дешевле. В общем, у них была фура, они, значит, приехали в ивдель, и послали гонца, значит, на такси в Красновишерск с Гафурой. Да, как бы, там, ну, вот. И потом, так вот, свое путешествие, значит, завершили. То есть, я считаю, что нам повезло. Да, конечно, было. Мы приехали в ивдель, уже было 9 вечера, типа того. И тоже мне надо быть в Екатеринбурге с утра, я смотрю на поезд, где нет, на автобусе нет, но до Нижнего Тагила был. Я доехал в Тагила, от Тагила уже на электричке. В общем, с трудом, вот, да, мы уже, как бы... На перекрытник. Да, с трудом успели. Но я считаю, что это, как бы, было полно приключений, ребенок проявил себя прекрасно. В общем, не надо бояться брать детей, я считаю, что надо приобщать детей к походам, вот, и, как бы, то есть, это и в смысловом плане полезно, и, как бы, то, что папе доску поставили, и лабаз нашли великолепно, вот. Ребенок вырастет, и сам же по этому маршруту пойдет. Да, 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 это то, что называется точка привязки, то есть, что можно... Поколение, так сказать. Да, что, как бы, ребенок, для него эти места, они уже не будут незнакомыми. Просто места, просто, да, он, как бы, то есть, для него это будет... Места деда, дедушки. Да, 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 будет обладать определенным смыслом. Дедушки и папа места. Да, папа же вы его возьмите. Ну, и мне тоже, конечно, приятно после, там, скольки лет побывать. Побывать на этом месте. Побывать на месте. Мне, конечно, всегда хотелось сходить на Мань Пупынер, но... И, как бы, у меня-то физуха позволяет, но нету компании. Вот. В одиночку мне совершенно неинтересно, там, как бы, была бы компания. Я в ту экспедицию в 2009-м я и на Тартен хотел сходить. Тоже не... И просто, там, были послабее люди, и... Вот, то есть, компания, это очень важно. Да, конечно. Вот. Может, схожу. Да еще время-то, какие наши годы. Ну, с пройдем. Какие наши годы еще сходим. Там красиво. Да. Так, Александр Ильич, и вопрос еще такой, что касается музея, ну, фонда Диатлама. Да, музеи, работа идет, то есть, мы активно занимаемся описью всего этого, продумываем концепцию, готовим некоторые юридические вещи, то есть, понятно, что вы не можете... То есть, ну, общий взгляд такой, что музей, я его уже на конференции вашей рассказывал, что это не должен быть частный музей, то есть, мы должны быть либо в государственном, либо в муниципальном музее, мы должны организовать экспозицию. Вот, соответственно, мы должны с этим музеем, вы не можете вот в государственном музее прийти как частное лицо, потому что, ну, вот на каком основании вы что-то будете делать? То есть, музей не может с вами заключить трудовой договор, потому что он может, если это государственный музей, у него есть штатное расписание, все посчитаны, он не может просто так вот вас вот взять и сказать, вот делайте. Вот, поэтому вы должны с музеем заключить договор от юрлица или какой-то организации, что, в котором будет прописано, что так, вот вы, вот ваши обязанности такие, вы там делаете выставку, там музей делает то-то, вот вы там разделяете как-то свои полномочия, вот это, это. То есть, все должно быть прописано на уму? Да, если, иначе вы этого не сделаете, в принципе, нету такого пути, вот самому там прийти, там, этот. Это, это вот хорошо, что папа, он в доме офицеров просто, как бы, лично, как бы смог заинтересовать директора, но это же у вас не будет, если бы был личный музей, вот если бы вот там, ну, или вы там были бы директором музея, но, опять же, директора, они назначаются неким приказом сверху. Сейчас директор есть, это нету, это в любом случае должно делаться через этот, вот. Ну, юрлицо мгновенно не создается, так бы, то есть, есть некоторая процедура, минюст, налоговая, там, в общем, это... Извините, перебью, а если, допустим, от общественной организации? Ну, смотрите, я считаю, ну, вам же в любом случае, ну, музейная деятельность, она имеет хозяйственную составляющую. Вы должны, там, извиняюсь, витрину какую-то купить. Потом, если мы хотим подать на грант президента, вот, очень классная формула грант президента, на президентские гранты, на организацию музейной деятельности. Вот, допустим, мы договоримся с кем-нибудь музеем, ну, уже, я, как бы, я не буду анонсировать, что сейчас ведется, ну, просто, чтобы, как бы, не... Работа ведется. Работа ведется. Грант президента, если вы его выигрываете, то, как бы, вы берете обязательства с некоторого музея, что музей вам дает, там, помещение, государство вам дает грант, и вы, а вы обязуетесь организовать выставку, и вы, как бы, как, как ваше юрлицо, он, этот, там, грант тратит, вот, и получается, что музей уже с этого не спрыгнет, он вас уже не... Если вы выиграли грант президента в этом музее, под организацию выставки музея таком-то, то вы уже можете быть уверены, что уже он вам не скажет, там, до свидания, там, у меня поменялся директор, то есть будет некоторая защита, и, ну, и просто, как бы, на самом деле, нужны определенные средства, ну, то есть хочется, помимо того, что это, вот, как бы, в муниципальном, хочется все-таки сделать на высоком уровне, вот, то есть с применением, там, ну, там, тач-монитор, это понятно, потом хочется сделать проектор, и, на самом деле, вот, спроектировать, я, может быть, отвлекусь, вот, вернемся к этой карте, на самом деле, что меня поражает, вот, наша карта, наше, вот, видите, вот, Лобаз, вот, стоянка Юрия Константиновича, вот, вот, это 300 метров, то есть вот эта вся история, она где-то, вот, в пределах двух километров, то есть это участок, буквально 2 на 2 километра, это малюсенький участок, во-первых, меня поразило, насколько был короткий переход дятловцев, вот, они дошли от Лобаза до палатки, я вот это расстояние преодолеваю, ну, за полчаса, то есть вот 15 минут до 100, ну, даже меньше, там, минут 25, вот, мне, хобби, и они тоже, они пошли по-насту, то есть они пошли быстро, то есть вот они вот это вот расстояние прошли, я уверен, меньше, чем за час. Минут 40, минут 40, да, зима-зима, да, 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 вот, то есть это какой-то очень маленький переход у них был, значит, 1-го, 1-го числа, 1-го февраля 59-го года они сделали какой-то смехотворный переход, либо это делалось специально, чтобы тут, то есть, видимо, как бы, что это вот специально ради этой холодной ночевки они сюда пошли, а если не делали? Ой, это, ну, это, понимаете, да, 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 понятно, короче, а если не делали? Это, но, но, что вот тут хорошо, что, как бы, все поле действий, оно очень маленькое оказалось, ну, вот, вот палатка, кедр, вот, все, поэтому его можно спроецировать вот эту карту в высоком разрешении на стену, на стену, кстати, или там на диораму, или на стену, и можно показывать ее в разных форматах, вот я вам сейчас там в одном формате экспортировал, то есть можно... Можно крутить ее на 360, ну, с этой стороны, с этой... Можно, допустим, вот показывать, вот, допустим, где были поисковые работы, где там группа Масленникова, там, вот, еще там, они высадились, там, что-то искали, где там, где там ночевал, там, Борзенков, там, в такой, значит, там, зимой, там, 2017-го, там, где там, еще там что-то... Я помню, но это будет красиво, конечно, что будет... Ну, как бы, просто это все надо прорабатывать, что-то надо покупать, и это все равно надо делать, как бы, ну, это надо делать по-человечески. Следующий вопрос такой, то есть, получается, для музея лучше всего попытаться подать на грант, да? Быстрее это будет? Нет, нет, я думаю, что надо заниматься всем параллельно. Параллельно. Просто грант – это такая очень хорошая форма, мне кажется, потому что она легализует, и получается государственная поддержка, то есть, вы идете и... Официально уже, да, как бы, да. Все здесь официально получается. Но на него, там, чтобы подать, юрлицо должно полгода просуществовать. Ну, то есть, есть определенные ограничения, именно вот... Ну, грант-президент – это не единственное, но, как бы, понятно, что кто-то там может и, как бы, в индивидуальном порядке этому делу помочь, и мы, как бы, и мы все равно, как бы, то есть, вот Леша Коськин, он, там, свое время тратит, по сути, личное, вот, пока, и... Ну, и, как бы, ну, просто люди считают, что это их долг, в определенном смысле, вот, сделать это все. А такой вопрос, Александр Ильич, а есть, может, областной грант какой-то? Ну, может быть, и есть. Правительство Свердловской области, да? Нет, так прямо грант как система, я не уверен, что вот Свердловская область вот имеет такой... То есть, я думаю, что это все... Все-таки федерального уровня. Федерального уровня, вот, но попросить, наверное, можно, вот. То есть, понимаете, вот, ну, допустим, УПИ, я уверен, что УПИ, значит, если, как бы, УПИ попросить можно и нужно, вот, и как-то УПИ может помочь. Помещение предоставить? Нет, помещение с УПИ просить бесполезно. Ну, потому что нужно помещение, в которое попадут все. Понятно. А ворфу, не каждый зайдет. Ну, ворфу, да, туда, как бы, пропускная система. Если у них такое помещение и есть, это же огромная организация, с бюрократией совсем. Там у них, помимо там фонда, который там, значит, как-то, ну, надо как-то регистрировать, вот, там, связь с УПИ, у них там есть куча желающих на любые помещения. Вот помещения всегда кому-то нужны, вот. И объяснить, что они нужны вот для этого дела, там, убековечения памяти, разобраться в причинах трагедии, я думаю, что это нереально. Не пойдет. Даже вот можно, ну, ну, как бы, вот, ну, какой интерес УПИ тут? Прямо, вот, вот в этих вот экспедициях, вот, были экспедиции, там, вот это 13-я экспедиция, вот, УПИ не прислала ни одного представителя ни в одну экспедицию, не дала ни одного рубля на все эти экспедиции. То есть им это не интересно? Нет, им, конечно, это интересно, вот, но у них нету тех, кто бы в этом участвовал, и кто бы это на самом, на, если бы, вот, это было очевидно, что это, вот, как бы, вот, ну, ну, или, допустим, я не знаю, там, приказ самого верхнего пришла, Я понимаю. Это они бы делали. А так вот, пытаться вот преодолевать вот изнутри, и эту систему, и объяснять вот, там, руководству, УПИ, что дайте нам очередной рубль, там, на это все, дайте нам помещение, да, вам дадут помещение, оно не отремонтировано, вы придете в это помещение, скажете, сделайте ремонт, они вам скажут, ну, встаньте в очередь на ремонт, вы его будете ждать, и вас будут завтраками кормить. Понятно. Это в любой организации так. Если вот, если дело, как бы, вот, с самого верху, вот туда, то оно будет идти. Если вы будете сами бороться с системой, то вы, как бы, потратите, и уже это все проходили. Понятно. УПИШ был там, Давыдов пока был жив, там он там был председателем правкома. Ну, вот. Короче, бороться можно, но это долго, но смысл теряется. Ну, смысл теряется, теряется весь смысл, да? Ну, как бы, так вот, директоров музеев всем интересно. Просто мы должны чуть-чуть еще поднакопить, как этот, жирок, то есть, вот, экспонаты, концепцию, как бы, там, там, еще лицом чуть-чуть нам осталось, вот. И в каком-то из музеев. И в какой-то, мы уже должны такое приходить в музей с каким-то готовым пакетом, вот. Давайте вот А, Б, Ц, вот вы нам какое, вот у нас есть вот это, вот это, давайте вот помещение, вот. И еще вот, как бы, в этом музее хотелось все-таки его сделать, как бы, ну, сетевым, что ли, чтобы вот это не... Ну, мы, как, понятно, что у нас, как бы, команда организации, организаторов, вот Козькин, прежде всего, Алексей этим занимается сейчас, вот. Но есть люди, у которых есть экспонаты, которые бы могли там помочь, чтобы любой человек, вот, ну, он не частным образом шел там в музей, там, ну, где-то все, чтобы он шел, как бы, к нам, мы у него там, берем, значит, заключаем с ним там акт передачи, там, что он, по его, значит, требованиям мы ему возвращаем, если он хочет, что вот он там, чтобы мы помогли людям выставить их экспонаты, и они бы, как бы, служили... То есть, чтобы сделать такую, как бы, платформу для того, чтобы все, кто что-то может там сказать про дьяковскую тему, могли это выставить на... Собрать те артефакты, которые, может, 7 лет еще хранятся где-то, да, возможно? Ну, нет, я думаю, в 7 лет уже очень мало что хранится. Есть находки, вот я знаю, что есть такой Саша Канн, он там, у него были какие-то находки с перевала. Нет смысла вот по частным коллекциям это все хранить. Но, с другой стороны, кого-то индивидуально, вот, чтобы он делал этот музей, ну, тоже никто не будет этим заниматься. Если мы пробьем сейчас эту дорожку, то потом мы сможем... Ну, есть люди, которые с какую-нибудь свою версию отстаивают. Ну, понятно. Версию очень много, да. Супер, давай, сделай какой-нибудь небольшой там экспонат, вот, обсудим. По своей версии. По своей версии. Ну, только, чтобы это было приятно смотреть. Ну, бесстрашивно, бесстрашивно. Ну, как бы эстетично, там, чтобы это можно было взять, поставить. Вот, там, как бы... Потому что мы же не можем, там, ну, за каждую версию, вот... Да, правильно. Для чего? Ну, как... Пока это, видите, надо... Ну, постепенно, я думаю, оно как-то вырисуется. Но я вижу, что уже через течение года мы все-таки с чем-то реальным появимся, и возникли там помещения, там, заявка на грант. В общем, я думаю, что... Ну, не быстро делается. Процесс идет, все равно, да. То есть, музею быть в Екатеринбурге? Ну, музею быть, где конкретно, мы пока не знаем. Пока неизвестно, да? Мы, как бы, очень... Ну, понятно, может быть, хорошее помещение, может быть, похуже, но что-то будет. Понятно. Это уж как бы иначе... Ну, вообще, нет. Получается, что... Ну, это... Папа всю жизнь это все копил, и как-то... И я совсем не хочу, чтобы это все было обессмысленно. Доступно людям, да. Все должно быть для всех. То есть, любой исследователь должен, как бы, получать доступ. Ну, оно... Именно вот то, что накоплено, оно все уже, как бы, всем все известно, как бы, профессионально. Вряд ли оно вот как-то продвинет, но... Ну, придут новые люди посмотреть. Мало ли что, да. Да, мало ли что, действительно. Еще важно, если не перебью вас, допустим, чтобы сайт был обязательно, вот, если будет музей где-то, может, чтобы сайт у него был. Сайт... Так нет, конечно, есть понятие виртуальный музей. Да, правильно. Это тоже работа, причем эту работу хотела делать УПИ. Вот, но тоже там, как бы, кто-то... Ну, это, насколько я понимаю, сегодня просто в состоянии намерения. Просто намерения. УПИ можно взять, допустим, там есть студенты, можно попросить студента в качестве курсовой работы... Сделать экспонаты, такие-то, такие-то, такие-то. Кто-то должен им аккуратно поставить ТЗ, потом они что-то будут делать, принесут какие-то там, ну, заготовки, там, 3D-модели, если я не знаю, что там они сделают. Вот, потом надо, чтобы этот кто-то, ну, видимо, там, Коськин, там, или, ну, кто-то из экспертов в этом деле, он бы сказал, так, вот это все правильно, этот, значит, соответствует текущему состоянию, значит, детловедческой науке. Вот, этому быть, вот, или вот тут вот, исправь там что-то, что-то, вот, в конце концов, студент произведет. Но это вот, довести, это как бы, я думаю, это все равно все будет годами идти. Годами все. Вот, и, ну, как надо к этому, как, не как к спринту, а как к марафону относиться. Постепенно. Постепенно, да, да. Чтобы что-то, ну, понятно, значит. Ну, музей быть самое главное. Да. Что, вековечение памяти. Ну, что даже не обсуждается. Да, то, что начинал ваш папа, чтобы дело продолжилось. Да, это даже, даже не обсуждается, само собой. Что человек не зря работал всю жизнь свою память, положил. А я не очень. Надо это продолжать. Никакой альтернативы, я не верю. А вы как сын, естественно, будете продолжать это. Да, ну, я не могу смотреть, что, ну, это все, как бы, представляло ценности. Допустим, там, в доме офицеров, там лежит этот анимометр, скорость, ветроизмерение. Это речь, я, я, как бы, был ребенком, она лежала у нас, как бы, ну, вот, и, как бы, то есть, это, папа ее где-то там хранил, вот, я ее помню, вот, всю свою жизнь. Здесь вот она и выставил в музей, я очень рад, что, ну, конечно, на нее посмотреть. Допустим, были вещи Юдина, ну, папа, как бы, Юдин умер и пролежал там несколько месяцев, есть там, ну, как бы, с ним не выходили на связь, потом сообразили эту историю. Потом папа приехал, там, скрыл квартиру, помог его похоронить, все эти вещи он не умел, он не умел водить машину, он, значит, организовал какой-то там грузовик, все это сложил, привез в Екатеринбург, потом он приехал в Соликамск, они открыли памятную доску. Ну, я это все пробил лично, вот, это, ну, совершенно потрясающие вещи, и я, конечно же, не имею права, чтобы это все, ну, где-то там у меня пропало все. Лежало, вот, оно все должно, как бы, это все. Люди должны это увидеть, я про что я говорю, чтобы экспонаты, когда я собирал всю жизнь, как говорится, люди это увидеть, да, это будет здорово. Я извиняюсь, конечно, то есть, я вам, ну, то есть, хочется всегда, чтобы все было быстро, и я у вас был в мае на конференции, да, я примерно говорил то же самое, но сейчас вот там лето пролетело, и как бы, я вам не могу ничего там, вот, показать, предъявить. Ну, мы и не спрашиваем, ну, я, поверьте, я, как бы, работа ведется, естественно, она невидимая, пусть не быстро, она ведется, я понимаю, никто не требует, естественно, я понимаю, зрители моего канала «Мысли об истории» прекрасно это понимают, это все, работа, она ведется, понимаете, не бывает такого, что вот раз покажите мне, что вы делаете, то делаете. Ну, да, естественно, работа, она ведется в любом случае, то есть, уиковеченная память о дядылцев обязательно будет, в виде музея будет, и уиковеченная память о Юрии Константиновича тоже будет, обязательно, дело жизни вашего папы. Ну, я считаю, что он много всего сделал, это одно из, но... Я тоже считаю, вот, просто, как исследователь, очень много сделал, но они же, вообще, в основании стояли, Коськин и Пунцевич, они же начинали. Вот сейчас они все, как бы, мне меньше всего хочется, чтобы там люди обсуждали, кто там стоял в основании. Мы вот что можем сделать, на самом деле, про основание, может быть, с вами, у нас действительно некоторую восстановить, как бы, историческую последовательность. То есть, в 85-м году примерно было получено уголовное дело, оно оказалось, что оно не находится в секретной части архива, и это было совершенно, как гром среди ясного неба, его там, кто-то там перефотографировал, там, вот, и дальше папа начал некоторую активную деятельность. Начал? Где-то 89-й год, и они там, то есть, вот, Коськин там в 90-е этим занимались, допустим, они сами ставили эксперименты, типа, там, ходить туда зимой, вот. Потом была передача Влада Некрасова, который с Шереметом, первый цикл, значит, этих передач, это где-то 97-й, 98-й год. К тому времени у меня есть фотография, где там, 95-й год, мы делаем субботник на Михайловском кладбище. То есть, была, велась некоторая организованная деятельность. Она, вот, была в 90-е, там, она была до того, как фонд, и до того, как был основан фонд, и нам бы хотелось некоторую, такую, провести мероприятие, что ли, конференцию с участниками той деятельности, как это все начиналось. Было бы здорово. Давайте проведем. Да, и вот там и Леша Коськин, там Рябков, первая супруга Леши. Все, всех соберем. Вот, как бы, есть такая мысль, если это можно, такую конференцию сделать, мы думали вам предложить как раз в мае. Отлично. Когда вот вы тогда провели мае конференцию, у нас есть время традиционной конференции 2-го февраля, вот, но это, как бы, оно там, там где-то. Ежегодно, ежегодно, наверное, там, вот, будет лобаз обсуждаться. Ну, понятно, значит. А в мае мы сделаем, как раз, ретроспективу с самого начала. Да, 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 вот такая вот мысль. Хорошая мысль. Я буду Медведевич Киреев поддерживать, я обязательно ему сообщу сегодня об этом. Да? Это здорово будет. Давайте сделаем, то есть там же зал с ними, Мариинспортк отель, удобный зал для людей, вы, как считаете? Ну, я, вот, ваше мнение. В 89-м году мне было 5 лет, там, 4-5 лет, когда это все начиналось. Поэтому я, может быть, тут не самый главный докладчик. Но приду, я даже не знаю, надо ли вот именно мне туда ехать, то есть я могу там выступить по онлайну, наверное, там, из своего детства какие-то воспоминания сказать, но это вообще ни о чем. Алексей Александрович будет. Алексей Александрович, да, есть супруга, его первая, она сейчас в Швейцарии, но она, наверное, сможет. Отлично, если бы она приехала. По онлайну, приехать вряд ли, но по онлайну, я думаю, что без проблем. Есть еще кого-то, давайте мы подумаем со своей стороны. Подумайте, кого собрать, все приглашаем. Я на вас Алексей Александрович выведу. Да, давайте совместно сделаем. Я только за, прекрасно будет конференция, именно расскажем, как начиналось. Просто про это нигде нету. Да, давайте сделаем. То есть такое вот мнение, вот там вот фонд, вот до фонда ничего не было, но это не совсем так. Я сам лично вот ездил, я помню, как мы делали эти субботники на кладбище. Папа занимался скаутингом, значит, нас там скауты принимали тоже у памятника. Вот кто знал об этом субботнике, никто не знал, давайте расскажем. Нет, ну это не, может быть, как расследование прямо и причин оно не имеет отношения. Но это увековечная память, это память. Мы же для памяти, давайте сделаем. И главное пригласить тех людей. Все, это вот тут мы можем, это как раз, в отличие от музея, это небольшое. Это в мае сможем сделать. Тогда с Алексеем Александровичем связался, но у меня есть контакты, Коскина, Алексея Александровича. Мы сейчас свяжемся тогда, при поддержке Дмитриевича Киреева, все там, дай Бог, пойдет на встречу. Я сегодня сообщу ему, и потом вам тогда позвоню, хорошо? Да. Когда вы к себе в Москву домой вернетесь. Да. Друзья, сегодня у нас в гостях был Александр Юрьевич Концевич, сын Юрия Константиновича Концевича. Известный российский ученый, доктор наук, кто не знал, проживающий, работающий в Москве, который в августе ходил на перевал, сына привел, 10-летнего мальчика. Показал ребенку, как все. Поставили доску возле кедра, память дедушки Юрия Константиновича. Поэтому, я думаю, сегодня продуктивно мы поговорим. Да, спасибо большое. Да. На нашей гостеприимной новосибирской земле сегодня у меня вот такой гость, дорогой, спасибо, пошел на встречу, прилетел из Москвы, приобретите внимание. Из Москвы прилетел человек, чтобы на канале «Мысли об истории» выступить. На самом деле были еще причины. Ну, понятно, о которых мы не будем говорить в данном случае. Но это было здорово. Уважаемые зрители, это был специальный гость Александр Ильич Кунцевич, все вы его знаете. Человек известный в стране, был на нашей конференции. Поэтому пишите ваши комментарии, сообщайте. Для вас в эфире, как всегда, работал Олег. Это был канал «Мысли об истории». Новосибирск, 14 сентября 2022 года. Время 10 часов 35 минут. Пора в аэропорт. Да, да, да. Вот Александр Юрьевич улетает, сейчас поеду провожать, все. Домой человеку надо лететь. Ну, вот сейчас мы в Новосибирске находимся. Спасибо за внимание, все доброго, берегите себя. До свидания. Всего доброго. Давайте выпучим. Здравствуйте. Итак, вы посмотрели эксклюзивное интервью, которое дал нашему каналу Александр Юрьевич Кунцевич, сын Юрия Константиновича Кунцевича. Напоминаю, на сегодня это хранитель всех экспонатов музея дятловцев, который собирал Юрий Константинович его отец всю свою жизнь. Вот он приехал в Новосибирь, сдал эксклюзивное интервью для нашего канала. Александр Юрьевич, спасибо вам большое. Надеюсь, было интересно. Рассказал много, что произошло, как на перевал. В августе они все съездили. Сына он свозил туда, Ивана. Это было здорово. Да, Татьяна Кошка-Пышка, вы уходили, пожалуйста, посмотрите сначала интервью, вам придется посмотреть. Да, я тоже заметил, Александр Юрьевич на Юрия Константиновича очень похож. Просто одно лицо, невероятное сходство. Согласен с вами. Ирина Девяткина достойный отец, достойный сын, совершенно верно. Олег, можете показать фото молодого Юрия Константиновича, хочется сравнить. Ирина Девяткина, я сегодня у меня нет этих фотографий, но я покажу вам хорошо. Посмотрим, сравним, конечно же. Посмотрите, Ирина Девяткина, посмотрите мой стрим о нашей конференции в Екатеринбурге в мае месяце. Там как раз на экране Александр Юрьевич показывал фотографии молодого Юрия Константиновича, когда он в армии служил, после армии вернулся. Они сейчас одно лицо, как будто Юрий Константинович с армии вернулся. Так, все вы знаете, Александр Юрьевич рассказал, что они ходили в экспедиции на перевал, установили там доску памятную на кедре, в память о Юрии Константиновича, о его папе. Давайте посмотрим еще небольшое видео из этого похода, который снимал сам Александр Юрьевич. Там он слово сказал тоже, его сын, Иван, камеру потом держал. Давайте посмотрим, все они там собрались, члены экспедиции, август 22-го года, начало августа. Сейчас мы с вами посмотрим. Еще небольшое видео совсем, но снятое уже на камеру Александра Юрьевича. Это район Кедра, пошел дождь, все равно слова были памятные, сказаны в памяти Юрия Константиновича. Напоминаю, была годовщина, со дня его смерти. Да, Лена Кипр, спасибо, что написала. Александр Юрьевич прочитает наш чат обязательно, конечно же. Здравствуйте, уважаемые зрители и подключники канала «Мысли об истории». Сегодня среда, а это значит, вновь встречаемся с вами на нашем канале. Для вас, как всегда, работает Олег. Нас отделяют от того события, когда мы его потеряли. И огромное количество людей... Сейчас, секундочку, я его разверну в полном. Для нас для всех... Вот здесь экспедиция. Ну, к счастью, мы с вами делами остается у нас. Мы продолжаем его дела. Поэтому можно сказать, что частичка его... Нас отделяют от того события, когда мы его потеряли. И огромное количество людей стало... Ну, для нас, для всех, это, конечно, утрата. Но, к счастью, Юрий Константинович со своими делами остается у нас. Мы продолжаем его дела. Поэтому можно сказать, что частичка его в каждом из нас остается. Он жив, пока мы его не помним. Да. Можно мне еще? Я уже вам говорил, что в 19-м году ко мне подошел Юрий Константинович и сказал, что вот эта поляна это зимний лагерь поисковиков. И я, в принципе, с ним согласился. И вот эта... Скажем, эта информация стала, скажем так, ключевой при поиске Лабаза. Благодаря этой информации был найден Лабаз. А то, что найден Лабаз это, в принципе, сейчас... Да, вот Ваня пробежал перед камерой. Сегодня мы там обнаружили сын Александр Юрьевич. из коры, конкретно в том месте, где был заложен их продуктовый набор. Тут буквально сантиметр сходится. А как это определяется по деревьям, стоящим деревьям, которые сохранились? Это первая находка. И вторая находка это порубы на ветках пихт. На высоте до 4,5 метра, да, примерно так. То есть, вот две находки и другие факты это как расстояние 400 метров от этого лагеря до точки на этом ручье, от которой меряется еще 100 метров. На самом деле, там не 100 метров, чуть побольше, но это, в принципе, объяснимо. Плюс расстояние до тропы, по которой ходили поисковики с этой поляны к станцию там тоже около 20 метров. И так и говорится, факты. есть воспоминания поисковиков. То есть, все вот эти факты, если каждый из них позволяет сомневаться в том, что лабаз найден, но вкупе, в целом, они говорят о том, что лабаз это и есть лабаз. То есть, он найден. И он найден благодаря Юрию Константиновичу. Так что, я считаю его соавтором этого открытия. Все у меня. Пожалуйста, еще кто хочет что-нибудь сказать? Квошки давайте. В честь него постановлена теперь эта памятная доска. Общая, не семейная. Да, насчет того, что как это было. Теодора Хаджинская, модератор сайта Диатлопаста, слева вот она, женщины. Голосы распущенные, черные футболки, светлые штаны. Это Теодора Хаджинская, руководитель сайта Диатлопаста, не знал. Огромное количество людей на самом деле приложило руку к тому, чтобы доска вот она справа от говорящего стоит. События, когда мы его потеряли и огромное количество людей стало для нас, для всех это, конечно, утрата. ИНТРИГУЮЩИЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Да, Статьяна Сахарин... Хорошо, что дело отца, достойно продолжает сын, да... Александр, приветствую тебя в Рыбинск, папа, дочка Машталя... Да, интересное интервью... Ярослав Таймень там пошел... Продолжение следует... У них своя была задача, они просто рядом постояли... И дальше Таймень ушел... Да, тёрся, правильно ты говоришь... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас, секундочку, я покажу фотографии, которые Александр Юрьевич нам предоставил с этого похода. Часть фотографий, не все остальные будут показаны в следующий раз. Так, вот здесь возле Вижая поход начинался, это они сфотографировали, посмотрите, пожалуйста. Ну, все вы видите карта, вы здесь, то есть это возле Вижая стоит столб, слева, если мы пойдем на ту сторону, западней Чистоп, гора будет, направо пойдем до Ушмы, от Вижая. Ну, и дальше уже до Перевала, соответственно, вдоль Лозьбы, по берегу. Так, а вот карта, чтобы вы понимали, о чем рассказывал Александр Юрьевич, давайте посмотрим. Вот, смотрите, они шли вот, где справа брод, то есть вдоль Ляуспея, как дятловцы. То есть, только дятловцы шли зимой по снегу, наши шли по тропе вдоль Ляуспея, спокойно летом можно там пройти, никакого там особого бурелома нету, до сих пор группы все ходят. Вдоль Ляуспея пошли, вот, переночевали, здесь ручей большой, очень ночевка. И все, дальше дошли. Все, пожалуйста, место палатки останется наверху, на перевале, естественно. Здесь внизу стоянка Юрия Константиновича, ну, кюк, вот стоянка кюк, это Кунцевич Юрий Константинович. Здесь установлена памятная доска на дереве. Я в следующий раз покажу эти все фотографии, там, целый набор их. Все вы знаете, что на перевал можно попасть двумя путями. То есть, дятловцы шли вдоль Ляуспея, вот, ниже от брода, то есть, где лозива впадает в Ляуспею. Но можно по лозиве вдоль Ляуспея проехать по старой дороге до базы Ильичая. От базы Ильичая 22 километра 400 метров. Приезжаем также на перевал Костанус. Ну, избавки дровники, это где-то на треть пути от базы Ильичая избушка находится, там с запасом спичек, дров и так далее. Можно согреться. Такая небольшая избушка под деревом стоит, переночевать. Ну, вот, экспедиция 22-го года августа шла вот по Ляуспею. То есть, как дятловцы, все по чесноку, только летом, понятно. Погода идеальная, Александр Юрьевич рассказал. И вдоль Ляуспею вот пришли. Доска из дерева, на ней барьер, то есть, лицо Юрия Константиновича, там слова написаны, все, памятные. В общем, эту доску укрепили на кедр. Специальные хомуты по бокам, сзади затянуты. И на кедре теперь доска с профилем Юрия Константиновича, памятная. Когда доску открывали, Юрий Константинович рассказывал, выпустили салют из ракетницы, конечно же, память. Тем более, годовщина была смерти Юрия Константиновича. В общем, таким образом мы увековечиваем. То есть, теперь на кедре находится памятная красивая доска, также из дерева, не нанесшая никакого вреда. То есть, никто ее не прибивал, она за хомуты аккуратненько закреплена, красиво, видно издалека. И зимой будет видно, и летом, то есть, высоко она в памяти о Юрии Константиновиче. То есть, как будто Юрий Константинович через год после смерти вернулся сюда. А он сюда вернулся, дух его вернулся, доска укреплена, это память. И так или иначе, люди будут помнить этого светлого человека, помним его. И мы, естественно, исследователи трагедии убийства группы Диатлова. Этот человек, еще раз напоминаю, начинал, у истоков стоял именно он. Он и его товарищ, слава Богу, сейчас живой, Костик Анатолий Алексеевич Александрович, честно с ним сегодня, кстати, общался в WhatsApp, проживающий в Екатеринбурге. Так, давайте посмотрим. А вот это Вывдель, ну, все вы знаете, в Вывдель находится такая стелла. И вот Иван, внук Юрия Константиновича, запрыгнул, 10-летний сын Александра Юрьевича, смотрите. Запрыгнул на эту стеллу, ну, интересно. Мальчик спортивный, молодец, 10 лет всего, запрыгнул, так, сфотографировался на стелле, такой шутливый. Ну, вот славный сын растет, продолжатель дела дедушки и отца. Когда-нибудь вот Иван Кунцевич, тоже будет заниматься, подрастет. Ну, вот в этот раз поход взял, первый раз Александр Юрьевич взял сына. Приобщить его, все-таки 10 лет, пора уже. Подрастающее поколение. Да, Ивдель основан в 1831 году. Написано здесь, слева, вот основание этого поселения. Потом он стал городом. Ну, и вот интересная фотография. Тоже выявились, и вы видите, это дома, это Ивдель. Вот эти джиперы забрали Александра Юрьевича с сыном, с Иваном. От брода на Успе и приехали, довезли их. Вот эти джипы переехали уральских ребят, врача вашего внимания. То есть, они шли с Красной Вишеры и дошли до Ивделя. Вот представьте. Иногда в день по 3 километра проходили. Вот такие УАЗы подготовленные. Оффроуд 4 на 4. Их было несколько машин. Четыре машины. И вот забрали наших путешественников. Все вы видите. Впереди Иван стоит. Прохладно ему. Дальше Александр Юрьевич посередине. Причем, обращая ваше внимание, Александр Юрьевич находится в куртке своего отца. Есть много кадров. Вот в этой куртке ходил Юрий Константинович. И вот Александр Юрьевич одел эту куртку символически. В этот поход, посвященный возвращению смерти Юрия Константиновича своего отца. Ну, здесь они уставшие, довольные. Сейчас на поезд сядут и поедут дальше уже. Да, Иван подрастает. Посмотрите. Копия отец, соответственно, похож на Юрия Константиновича, на своего деда. Вот поколение. Был Юрий Константинович, теперь Александр Юрьевич. И вот Иван Кунцевич подрастает. Смотрите. Десять лет мальчику. Уже приобщился, сходил на перевал. С папой вместе съездили. Съездили, потом пешком здесь нашли. Дуля успеи сходили. То есть, все прошел. Был на Халачахре. То есть, они с Иваном на Халачахре поднялись. Александр Юрьевич рассказывал. Вот такие люди, увлеченные, молодцы. Берегут наследие Юрия Константиновича. Впереди ждут сюрпризы. Рассказывать не буду. Мы с Александром Юрьевичем проговорили часов в пять в общей сложности. То есть, не все вошло в интервью, естественно. Мы в куларах общались. Проговорили, все обсудили. Впереди ждут у нас хорошие планы, интересные проекты. Будет все интересно. Вот такие они наши. Наши соратники, коллеги, так сказать. Мы одна команда, поэтому в любом случае. Какую надо помощь, всегда окажем, естественно. Вот так, друзья, на этом сегодняшний мой рассказ закончен. Давайте немножечко поговорим и будем закругляться. Еще раз говорю, все фотографии с этого похода я еще покажу. Там будет и доска памятная на этой фотографии. Просто не успели к сегодняшнему стриму. Извините, пожалуйста. Так, давай, отвечайте, посмотрим. Да, Ирина Девяткина, достойный отец, достойный сын. Фотографии Кунцевича молодого посмотрите. Стрим по конференции в мае 22-го года. Там на экране Александр Ильич показывал. Да, Ирина Адамова, Олег, спасибо за предоставленное интервью Александру. Большая благодарность. Да, спасибо. Интересно было послушать. Конечно, интересно. Хорошо, Таня Сахалин. Хорошо, что для отца достойно продолжает сын. Да, достойный сын, слава богу, вырос Александр Юрьевич. Поэтому подхватил знамя, выпавшее из рук Юрия Константиновича. И достойно несет это знамя. Я считаю так. Еще раз говорю, Таймень просто был рядом. Он с ними по пути шел, потом наделился и пошел своей дорогой. Ирина Проскурина пришла. Добрый день, Олег. Добрый день всем присутствующим модераторам. Здравствуйте, Елена Проскурина. Записи посмотрите, пожалуйста. Мы уже заканчиваем, скоро будем. Виктория Чайка. Спасибо Александру. Творить историческую память о дятловцах. Пусть все получится, как надо. Достойное продолжение своего отца. Вот и Виктория Чайка заметила, что достойное продолжение своего отца. Присоединяюсь к твоим словам, Виктория. Лена пишет, хочется, чтобы Александра все получилось. Конечно, мы тоже этого желаем. Светлана Ефимова. Ребенок промекнул, похож на отца, соответственно, на деда. Да, вы сейчас фотографии Светлана Ефимова посмотрели, где они выглядели стоят. Да, очень похожи на папу и на деда. Да, Лена, молодцы, что это сделали. Да, здорово. Екатерина Александровна молодец, пойми, что молодец. Талантливый человек, еще раз рассказываю. Доктор наук, преподает в высшей школе экономики. Занимается физикой полупроводников. Очень интересная тема. Ирина Девяткина. Вот так прививается любовь к своей родине, к своим предкам, своим примерам, а не нудными, скучными нотациями. Ирина Девяткина совершенно с вами согласен. Любой к своей родине, именно так и надо прививать. Совершенно верно. Виктория Чайко. Олег, спасибо за такой прекрасный сюрприз. Как ты умеешь удивлять. Спасибо вам, Виктория. Я рад, что вам понравилось. Понимаете, все-таки человек приехал в Новосибирск, встретились, поговорили, пообщались. Это же интересно было. Обсудили что-то, планы наметили на будущее. Еще раз вам объясняю. Встреча была, я бы сказал, судьбоносной. То есть, на будущее есть хорошие планы. Я, естественно, их осуществлять, вернее, озвучивать сейчас не буду. Но планы очень интересные. То есть, положен задел на будущее. Будем работать совместно. Будем работать командой, нашей командой. Екатерина, а как Александр относится к нашей версии? Екатерина, понимаете, он интересный. Александр Юрьевич сам, он видит, что очень много версий. Он говорит, я особо не занимаюсь версиями. Для него важно именно сохранить экспонаты и открыть музеи. Вот он так говорит. То есть, версий может быть очень много. Есть глупые версии. Есть версии более-менее приближенной к действительности. Поэтому вот так. То есть, он ни за какую версию. Он не стоит ни на какой версии. Он лично. Он наш канал смотрел, конечно же, знает нашу версию. Я ему рассказывал. Ну, еще раз говорю, встреча была очень продуктивная. Не зря он прилетал в Новосибирск. Пообщались. Хорошо наметили. Есть планы на будущее, конечно же. Не просто так. То есть, общались по делу именно, естественно, по перевалу Дятлов, по этой теме. По музею, по увековечению памяти. Там еще по каким-то вопросам. То есть, намечено на будущее определенные шаги, которые будут обязательно, эти шаги сделаны. Ну, а фотографии, остальные фотографии из похода августа 22-го года, конечно же, впереди. Все покажу обязательно. Просто физически не успели. Понимаете, сегодня день субурный такой. Я же тоже, как бы, у меня тоже дела и занят. И срочно все бросил, полетел с человеком разговаривать. Интервью, вот это интервью снимал. На простой смартфон интервью снято. Уж извините за качество. Простой смартфон, да. У меня нет профессиональной камеры никакой. Это был простой смартфон. Не так богато я живу, что позволять себе какую-то дорогую технику. Поэтому прошу понять меня. На простой смартфон сняли. Ну, вроде ничего получилось. Так интересно. Пообщались. А потом, естественно, разговаривали без камер уже, без съемок. Было интересно. Есть совместные планы, еще раз скажу. Поэтому, все впереди. Об этих планах и как они будут осуществляться, первое вы узнаете. Конечно же, мои зрители, мои подписчики на канале Мысли об истории. Вы первые обо всем узнаете. Я думаю, будет интересно ждать. В принципе, не так много осталось. Ну, подождать надо будет, конечно же. Но будет здорово. Андрей, очень печально, что тема Дятлова не интересна в университете, где ребята учились. Да, Андрей, к большому сожалению, сегодняшнему Урфу просто вообще неинтересно слово совсем. К сожалению. Очень печально это. Даже нет доски памятной, хотя бы доски памятной. Вот здесь общежитие номер 10 у Пи, бывшего Урфу, на Ленина 66. Там жили четверо из дятловцев. Нет доски. Понимаете? Там Игорь прожил, дятлов пять лет, всю учебу. Зина Калмогорова тоже все пять лет прожила, четыре года прожила там. Там жил Юра Дорошенко. Там жил Саша Колеватов. Нет доски, никто ничего. Музея дятловцев. В Урфу тоже нет. Комнату хоть какую-нибудь. Пожалуйста. Там работает всем известный Бартал Амей в учебном отделе Урфу. Никому не интересно. Доска в честь Ельцина есть возле входа Урфу. А в честь дятловцев погибших, убитых, девять человек убили, ни за что. Нет доски. А ведь ребята там учились. К сожалению. Вот поэтому усилия Александра Юрьевича сделать музей доступным для всех людей, чтобы любой человек приехал в Екатеринбург. В одной из достопримечательностей как раз был музей, чтобы пришел и посмотрел все экспонаты. Вот за что мы сейчас бьемся. Открытие музея и увековечивание памяти дятловцев. Я говорю бьемся, потому что впереди еще трудности есть. Нужно их преодолеть. Эта работа незаметная, она не быстрая. Никто сразу результатов не покажет. Поэтому это не сразу все. Много бюрократии. Бюрократические стены есть. Кошка-пышка. Не пробить которые пока. Ну потихоньку. Вода камень точит. То же самое и здесь. В любом случае. Работать будем вместе. Будем помогать. Да, Екатерина, конечно, знает. Конечно. Он же мне эту книгу подарил. На память подписал. Екатерина, Олег, классно, что ты общаешься с такими замечательными людьми. Это поможет в наших расследованиях. Да, Екатерина, я думаю, это поможет, конечно же. Я надеюсь, вы об этом узнаете. Потихонечку будем заниматься, естественно. Да, Кошка-пышка. Хорошая идея из панорамы. Вместо трагедии спроецировать на стену. Да, Татьяна. Ну, это обыкновенная 3D модель делается. Зато будет все в объеме видно. Там не на стену, на экран. Да, Лена, Олег, съемка получилась хорошая. Да, я поэтому говорю, что снимал на простой старенький смартфон. Поэтому прошу извините, если качество съемки. Но нет у меня профессиональной камеры, к сожалению. На простой смартфон пришлось снимать интервью. Елена Девяткина. Я люблю фантастику, мистику цепляет. А версия обычного убийства простая и страшна. Разум не хочет принимать. Елена Девяткина. Понимаете, человек так устроен. Вот ваш разум много что не может, не хочет принимать. А поверьте, чаще всего сложные загадки имеют простые и банальные ответы. Понимаете? Как и в данном случае. Вот и все. Не надо искать черную кошку в темной комнате. Здесь все гораздо страшнее и банальнее. А я свою версию Ирины Девяткина доказал. Вы смотрели. Посмотрите мои передачи. Там все есть. Там есть и мотив убийства, и предполагаемые фигуранты. Как это было примерно. Да, кошка-пышка, самая страшная есть реальность. Лена, Олег, Дмитрий Киреев согласился на конференцию в мае. Лена, ну пока предварительно, да, конференция в мае 2023 будет, да, конференции быть. Но будет она в интересном формате, необычном формате. Поэтому давайте не буду разглашать, так сказать, данные. Конференция в мае будет, да. Достигнуты договоренности определенных, в том числе и сегодня. Но раскрывать всего, естественно, я не могу. Поймите, я не один, я работаю с командой. Я людей подвести не могу. Так, вот Наталья Беспалова подошла, марсианка наша. Всем привет из Самары, думала, хотела пропущенный стрим смотреть. Всем здоровья. Наталья, приветствую, Самаря, привет, здравствуйте. Да, мы будем уже закругляться, все уже. Просто поступают вопросы, естественно, хочется ответить, успеть сегодня. Екатерина Александра, один сын. Екатерина Александра есть еще и дочери. То есть, доченьки тоже похожи на отца, еще сильнее, чем сын Иоанн. То есть, семья дружная, хорошая, в Москве проживает. Еще раз напоминаю, Александр Юрьевич работает в высшей школе экономики. Он доктор наук, очень известный преподаватель, ученый, который занимается физикой полупроводников, ну и там различными, очень интересными. Но, тем не менее, несмотря на свою сложную работу, которая отнимает очень много времени, человек не забросил наследие отца, бережно сохраняет все экспонаты и пробивает вопрос именно с музеем в Екатеринбурге, обращая ваше внимание. То есть, человек живет в Москве, но так как он уралиц и екатеринбуржец, он все-таки музей будет в Екатеринбурге, где они все жили. Где живет мама Александра Юрьевича, естественно, вдова Юрий Константинович. Музею быть, мы еще раз сегодня оговорили, как это, что будет. Я думаю, что музею быть. Причем, очень хороший музей будет. Я так думаю. Да, Наталья, спасибо, что скучали. Мы тоже по вам скучаем. Вы же марсианка у нас, нашего канала. Спасибо, лайк 68. Наталья, спасибо от души вам. Спасибо. Наталья, в записи посмотрите, интересное интервью. В Новосибирск прилетал из Москвы Александр Юрьевич Кунцевич. Я записал эксклюзивное интервью с ним. Для нашего канала. Для наших подписчиков, конечно. Для вас. Да, давайте последний блок вопросов потихонечку будем закругляться, как говорится. Екатерина, младшие доченьки у него, младшие. Да, Наталья, посмотрите, это интервью нигде, нигде, не только на нашем канале. Александр Юрьевич любезно согласился. Спасибо ему большое, дал интервью. Человек занятой, но тем не менее нашел время. Очень, очень ему, конечно, благодарны за это. Я его сегодня проводил, в аэропорт поехали, все, проводил на самолет, попрощались, как говорится, все, полетел в Москву, уже дома прилетел. Ярослав, вчера прививку от короны сделал, рука болит, плечо. Ярослав, понял, понял тебя. Ну, что поделаешь? Видимо, пора уже, потому что, говорят, эпидемия идет, не знаю. Я в прошлом году-то поставил, да, в августе месяце как раз уже, год прошел. Говорят, ревакцинироваться надо, но пока не знаю. Тоже все-таки. Скорее всего, тоже буду ставить, потому что эпидемия-то пойдет сейчас, не дай бог. Все-таки хочется защиты хоть какой-то. Ярослав, а у меня вот ничего, первый раз, когда вакцинировался, вообще ничего не было, как слону дробины. Что первый компонент поставили, спутника ВИИ этого пятого, что второй, вообще не болел ни температура, вообще ничего. Мне ее поставили, я вышел и поехал дальше на работу. На меня почему-то не повлияло. Игорь Теренович, хотелось бы напрямую с ним поговорить, вопросы позадавать. Игорь Теренович, если будет такая возможность, ну, занятой человек, понимаете, в высшей школе экономики преподает, плюс ездит еще студентов в Санкт-Петербурге, там тоже у меня лекции. Очень занят человек, понимаете. И так большое вам спасибо, что нашел в плотном графике время дать интервью, понимаете. При этом лично вопросы позадавать. Игорь Теренович, если будет возможность, я стрим сделаю. Приглашу Александра Юрьевича, если получится, дай бог, конечно. Тогда в режиме онлайн, естественно. Время не хватает у человека. Ну, занят человек, понимаете. Ярослав, а у нас на работе попробуй не сделай, так и так придется. Ярослав, я тебя понял, да, у нас тоже я работаю в федеральной организации бюджетной. Поэтому, если у нас заставили, так и так придется, идет, конечно же. Ну, и на девятке, на каждый сам выбирает, понимаете. Понимаете, вот вы говорите, я уволюсь. Ну, можно уволиться, конечно. Просто извините за выражение, что потом жрать. На что покупать одежду, еду себе. На что в наше время жить, квартплату платить. Понимаете. Тут такой, знаете, выход неоднозначный, уволиться. Ну, да, можно уволиться, а потом искать работу года три. Три месяца будешь на бирже труда получать полторы тысячи, а потом все перестают платить. Даже не три, два месяца, а потом перестают платить. Вот и все. То есть ты вроде числишься в центре занятости, но тебе не платят ничего, словно совсем. Поэтому тут каждый сам выбирает. Конечно, если есть другие источники существования, можно, говорится, уволиться, послать всех. Но а если семья у вас? Если там ребенок в институте или где-то учится. Сами понимаете, кто будет увольняться. Да, Ярослав, я понял, пенсионерка. Я говорю, у вас есть запасной аэродром. У вас худо-бедно есть пенсия. Понятно. Поэтому вы можете себе позволить улицу. Да, Ярослав, надеемся, что у вас будет рука поболеть. Ничего страшного. Главное, чтобы других побочек не было. Понимаете, если у человека единственная работа, он не будет увольняться. Такая обстановка тут работать в любом случае надо. Я вот работал в одной организации, а нас просто потом всех на ноль помножили. Понимаете? Просто взяли и объявили все сокращение. Все и до свидос. Пришлось искать работу, а куда деваться. Кто это переживал, знаете, второй раз в увольнении переживать тяжеловато. Цены на все бешеные, на продукты бешеные. Поэтому, как ты будешь сожрать, то что будешь. Извините за выражение. Так, Ярослав, 20 лет не ставил от гриппа, по осени болел. Решил поставить. Поставил, соплей не было, поэтому всегда буду ставить. Да, Ярослав, я тоже в августе перед конференцией, в прошлом году была конференция в Санкт-Петербурге, все вы помните. Я перед конференцией поставил два компонента спутника пятого. И никаких побочек спокойно. Съездил на конференцию, вернулся, не болел. Слава Богу, конечно же. Может, повезло, ничего не могу сказать. Это лотерея, сами знаете. Тут просто лотерея. Да, давайте, не будем про болезни, потому что тема все-таки у нас Перевал Дятлова. Давайте будем заканчивать потихонечку. Что хотелось бы мне еще сказать, уважаемые подписчики и зрители. Смотрите, очень много в Ютубе у нас постоянно появляются псевдоисследователи, псевдоблокеры, я их называю, да, которые грустья и пятки стучат. Наша версия, моя версия самая главная, а эти вот все типа дураки. Понимаете? А из себя посмотришь, ничего из себя не представляет. Вершков понахватался где-то, все, я в известном детловедении. Таких же наберет, таких же изоблюдов-приспешников и сидят, подпевают. А есть такие, кто себя мастодонтами детловедения объявили. Да, вы не знали, я вам рассказываю. Есть, которые мастодонты и мастодонтши, женщины. Да, они себя объявили мастодонтами, а все остальные погулять вышли, понимаете? Пацаны такие. А вот они мастодонты. И сидят, перетирают у себя там на канале, из пустого пооружения, ракеты, понимаете, да? И вся прочая такая же. А с другим презрением вас относятся, понимаете? Вот пишут в комментариях там на канале и с оскорблениями. Видите, Рючкереева оскорбляют, меня оскорбляют, Редактор Сачгорифулина. Какие? Постоянно, понимаете, вот эти пищи. Мастодонты и мастодонтши. Непризнанная поэтесса там есть, а мастодонтши объявили. Так вот, что я хочу сказать. Смотрите. Одно дело заявлять, языком трепать, как говорится, ума много не надо. Вы сделаете что-нибудь, то, что делают битвевички Реи, понимаете? Сделайте хоть кто-нибудь из вас. А не сделаешь кишка там. Мастодонты и мастодонтши. Понимаете? Мы хотя бы что-то делаем. У нас на канале, на наши каналы приходят известные люди, что-то рассказывают, что-то вместе выясняют. Что-то я, наверное, на ваших каналах, мастодонтши и мастодонты, не видел, чтобы вам кто-то пришел из известных людей тесловидения. Я вот в угол не наблюдаю. Только между собой вы грозетесь, жирете друг друга. Как уже пауки в банке собрались, сегодня этого сожрали, завтра того сожрали. Задумайтесь, я обращаюсь к зрителям, на чьей вы стороне этих мастодонтов, мастодонтши липовых, пустышек, за которыми ничего нет. Или за людьми, которые хотя бы что-то хотят сделать, какие-то исследования провести, что-то вместе добиться. Понимаете? Задумайтесь, пожалуйста. Поливать грязью легко, а ты возьми, сделай хоть что-то. Понимаете? Вот я не видел, потому что к этому мастодонтшам, к этим, на канал приходили люди и выступали, как на наших каналах. Понимаете? Вот почему-то Александр Юрьевич Кунцевич на канале мысли об истории. Понимаете? Он почему-то на Сибирск прилетел, выступил на нашем канале, интервью дал. Туда он почему-то к этим мастодонтшам не поехал и не пошел. И я уверяю вас, никогда не пойдет. Ну, наверное, это о чем-то говорит. Понимаете? Где вы приходите на канал мысли об истории, можете хотя бы какую-то информацию получить, правдивую, еще раз подчеркиваю, информацию. И здесь вас никто не поливает грязью, не оскорбляет, не унижает. Мы здесь разговариваем по-человечески, стараемся разговаривать по-человечески. Просто задумайтесь об этом. А эти мастодонтши, мастодонты пусть себя объявляют. И сказки людям лепят. То у них с вертолетов всех в кедр кидали, чтобы в кедр попасть, то золотарел всех перестрелял, пистолеток от солнца не потащил. Борец сумасшедшего. То возле Тартена, оказывается, взрыв был там, и всех убил. Несуществующий кратер до сих пор лазит там еще возле Тартена. Моразов-Хребчал называется. Ну ладно, не суть. Я надеюсь, кто меня, имеющий уши, это услышит. Мастодонтши, мастодонты. К вам никогда не пойдут на ваши каналы ни Александр Юрьевич Кунцевич, ни другие. Да, Татьяна сохранилась. Спасибо, Александр, согласился на интервью. Конечно, человек очень занятой. Человек без пафоса, грамотный, простое общение. И многим блогерам поучиться бы у него. Татьяна сохранилась золотые слова. Многим блогерам поучиться бы общаться с людьми у Александра Юрьевича. Совершенно верно. Согласен. Как себя вести с подписчиками, да? Ну, Татьяна, Сахарин, они не хотят учиться. Они же мастодонты, мастодонши, детловедение. А мы так, пацаны, погулять вышли. И грязь у нас поливают постоянно, оскорбляют. Свои дебильные комментарии, что не делает им чести, естественно. А говорить об этом надо. Только придет время, вы сами себя сожрете. Как пауки в банке. Я там друг друга отравить толку с вас. Но это мысли по поводу. Это были мысли по поводу заключений. Так, давайте будем заканчивать. Вопросов больше, как я понимаю, уже нет. Давайте будем заканчивать. Сегодня у нас была тема «Перевал Дятлова». Мы с вами посмотрели эксклюзивное интервью Александра Юрьевича Пунцевича, которое он дал здесь, в Новосибирске, нашему каналу, который я записал, пообщался, побеседовали. Рассказал об экспедиции на «Перевал Дятлова» в августе 22-го года, месяц назад. Для увековечения памяти Юрия Константиновича Кунцевича размещена памятная доска с барельефом, красивая, как напоминание будущим поколением и дятловедов, и интересующихся, и просто туристов. Да, спасибо еще раз Александру Юрьевичу Кунцевичу, что прилетел в Новосибирск, все-таки пошел навстречу. Давайте, наверное, в конце у нас, конечно же, поэтическая страничка будет, стихотворение нашей поэтессы Ирины Адамовой. Стихотворение называется «Твой голос», очень жизненное. Прочитает его Виктория Чайка. Да, Ярослав, ну, Юрий, Александр Юрьевич занимается. Да. Итак, поэтическая страничка канала «Мысли об истории», стихотворение Ирины Адамовой «Твой голос». Давайте его послушаем. Игорь Ильин, Олег, спасибо за такой интересный стрим, спасибо, что взял для нас интервью с Александром. Катя, спасибо тебе, да. Конечно же, мне хотелось, чтобы вы послушали, поэтому я взял интервью, естественно. Да, Лена, бред, конечно, маразм крепчал, да. Ирина Девяткина, большая благодарность Александру Кунцевичу за беседу, надеемся, в будущем еще поводы с ним встретиться, успехов ему в благородных дела. Да, спасибо за ваши слова, Ирина Девяткина. Я думаю, это не последняя встреча, будем еще встречаться, общаться, я думаю, дай бог, и стрим сделаем, придет в гости, там напрямую сможете его спросить. Мечта у меня есть такая, сделать стрим с Александром Юрьевичем, чтобы наши зрители напрямую могли спросить его. Ну, все увидели его на конференции в мае, он тоже приезжал, прилетал из Москвы. Давайте послушаем все-таки стихотворение Ирины Адамовой, поэтическая страничка канала «Мысли об истории». Стихотворение называется «Твой голос». Давайте его послушаем. «Твой голос» Среди бесчисленных Среди бесчисленных шумов К тому, кто будет без сомнения Перечь мой Жизненный покой. Вся истина Укрыта Тайной И я лишь Управляла Ей, Когда любовь Была Случайной, Открывшей Двери Перед ней. Любить Не значит Ненавидеть, А верить Значит Не таить. Судьбу Свою Нельзя Предвидеть И Прошлого Нельзя Забыть. Немые Все поймут Без звуков, Слепым Не нужно Вдаль Глядеть, А тем, Кто предан Лишь наукам Всей красоты Не разглядеть. Во власти Снова Наши мысли, Не все Нам нужно Говорить И даже Если Небеса Провисли, Чтоб Нашу Землю Раздавить. Вот Такое Сихотворение Лирическое Душевное Я бы Сказал Ирина Спасибо Прекрасное Сихотворение Написала Так, Лена Кипер Большое Благодарю Олег За такой Сюрприз Интересный Стрим Лена Спасибо Что Оценила Да Олег Федоров Спасибо За стрим И стих Олег Федоров Да Здравствуйте Я просто Вас в чате Сразу не увидел Прошу извинения Здравствуйте Олег Федоров Спасибо За ваши Слова Да Будем Заканчивать Спасибо Ирине Адамовой Спасибо Виктории Чайке За такое Прочтение Шикарнейшее Очень Лирические Стихи Слова Такие Заставляющие Я бы сказал Задуматься Вот Такая Поэтическая Страничка Канала Мысли В истории Итак Друзья На сегодня Новостей у нас Больше нет Это был Канал Мысли Об истории Для вас Как всегда В эфире Работал Олег Следующий Стрим У нас с вами В субботу По расписанию А это 12 часов Московского Времени Запишите 17 сентября Мы встретимся Здесь На нашем канале Приходите Пожалуйста Кому нравится Кто присматривается Кто-то новенький Пришел Первый раз Приходите Надеюсь Вам понравится Ну и по традиции В конце стрима Я всегда говорю Все еще только Начинается Друзья До новых встреч Берегите себя Спасибо за внимание До новых встреч Спасибо за субботу